Сектанты одни так, другие так, третий так. Я обратился, где скопище просто их было. Я к каждому имел вход, и все, что они имеют, книги, все конспектировал. Я одновременно занялся мусульманством, буддизмом, все, что только есть. Я все исследовал и пришел к убеждению, где церковь. Я пришел опытным путем. У меня откровений таких не было. Я ни разу не слышал ни одного звука, ни одного видения. У меня ничего не было. Я просто пахал и пахал. И я увидел радость, которую дал Бог. Как пишет Троицкий Иларион, это близкий помощник, секретарь патриарха Тихона. Он был в ГУЛАГе и так и погиб в ГУЛАГе. И у него книга такая толстая написана «Вне церкви нет спасения». Вне церкви. А церковь только там, где есть епископат. Если епископа нет, значит, священник еще есть. Пока он не умрет. Священник умер, у нас отец таким сейчас умрет. И нового священника не будет, то мы должны идти в другую церковь, причащаться там. Без причастия нет спасения. Вот причастие, ну, знаете, вот Баптиста ломает в вечере. Но это детская игра. Там ничего нету. Я говорю, скажите, вот вы хлеб берете, это хлеб? Конечно. А преломляете, что даете? Хлеб. То есть они не причащаются. В учении Баптиста в других стихотек нет. Бог не позволяет этого сделать. А у нас берет хлеб, священник преломил, и он благодатью Божией превращается в тело. Тело, отрезанный кусок. Но чтобы нам нужно было его есть, Господь дает ему вид хлеба. И вино, которое было вином, но превращается в кровь, которая ничем не отличается от крови Христа, которая текла с креста, как будто в чашу набрали. У сектантов этого нету. Они просто воспоминания. Реалии нету сектанства. Почему нет-то? Не так, что ли? Ну, тут я думаю только одно. Шестая глава Евангелия Теана. Да нет, но... Понятно. Она не может принять. Ей нужно молиться, чтобы принять это. Она не верит. Она не верит. Ну не веришь, так помолись, и Бог откроет. Я разговариваю с сектантами, с баптистами. Всех Б, вершина. Скажите, вы вечерю совершаете там, называют вечеря? Нет, я не поняла по поводу хлеба и вина. Оно превратилось в кровь Христа и в тело Христа только потому, что его священник взял? Потому что священник, потому что ему дана власть. По его молитве, по его статому сосуду Бог это делает. У других это не может быть. Мы самое праведное, самое хорошее соберемся, иначе ничего не будет. Просто детская игра. А священник может отпустить грехи. Почему перед ним? Он молится, литургия называется. У сектантов нет литургии. Литургия это общее дело. Общее дело строения корабля, так выразимся. Это нереальность. У церкви реальность и представление со Христом, с плотью Его. У сектантов этого нет. В учении даже этого нет. Я еще ни одного сектанта не встретил, который говорил бы прощение грехов в крещении. И что пресвитер может грехи отпускать, данной благодати. И что в вечере хлеб превращается в тело. У них в учении даже нет этого. Бог не допускает этой лжи. То есть где-то они лгут, лгут, лгут. А здесь Бог не позволяет. Ну вот церковь, в которую мы с тобой ходили. Когда мы причащаемся. Разве нам не говорят об этом, что вино это кровь Христова? Говорят. У меня аппарат, я забыл про него даже. Подожди-ка. Где-то он у меня тут был. Что не так это? То, что это игры. Тебе же, Инотехна, что лицать? Это просто играл даже. То, что это священник не дал. Да, это священник тебе не дал. Да просто тебе дают хлеб и сок попить. Подожди. Понимаешь? Они даже вино тебе не дают. Они тебе сок дают. Из-за этого фака, который купили в магазине. А что в самом деле? А куда он у меня делся? Да вот он лежит. У меня чудесный аппарат подарили швейцарский. Если я его надеваю, я все слышу. Даже чрезвычайно. Я и забыл про него. Мне просто неудобно. Сейчас узнаю, батарейка села или нет. Ничего нет. Давно уже. Надо новую батарейку поставить. Сейчас. Говорите пока. Нет, но все, что вы мне говорите, у меня вопрос только один. Вне церкви нет спасения, то, что вы говорите. А что основание для церкви? Мы с вами только расходимся, как вы говорите, в одном моменте. То есть все протестанты, они не рукоположены. Только в этом. Правильно? Да. Евреям 6.1 написано, что у церкви есть учение о возложении рук. Вот это относится к рукоположению. Она не может поверить, что протестанты не были рукоположены еще апостолами. То есть люди. Почему именно священники, именно православные церкви? Вот так. Даже что-то листики переворачиваю слышу. Хорошо слышу. Сейчас дает сигнал. Видимо, уже они вообще садятся. Так, вопрос в чем? 6.2. Она не может понять, все-таки, вот церковь реальная и нереальная. Вот именно то, что протестанты, почему они не идут от апостолов? Почему церковь шла, а протестанты не идут? Почему они не имеют от этого? Почему у меня вопрос не ко мне? У меня тоже не был вопрос. Ну, хорошо. На небе были ангелы. Читаем откровение 12 главы. И произошла война. Вопрос. Зачем? И написано, третья часть пала. А где-то известно. Исаия 14 глава. Кем он был? 28 глава пророка из Икииля. Какой он был осенящий Херувим, Люцифер. А какая причина? Нигде в Библии не указано. В одном месте, только Анзатаус говорит, намек дается. Чтобы не был и снова уверовавших, дабы не подпасть гордостью сатаной. То есть намек дается, что сатана пал от гордости. Вознесу престолы, сяду там среди богов и прочее. И сектанты решили то же самое сделать. Это путь дьявола. Вознесусь и тоже буду священником, и тоже буду ломать хлеб. У нас вот здесь есть человек, здесь был у нас потеряевки один. Ну, перешел все грани. Седьмой заповедь попирал и развратничал в полном смысле. Был, у нас принял крещение, все. Вышел из полной подпочинения батюшку поносил, плевал перед ним. Ну и когда уже все это разоблачилось, стало ему деваться некуда. Он никак не уезжает. Тогда крестный ход вокруг него с крестом прошли, и утром его вымело отсюда. Он не мог, это такая была сила, крестный ход. И он уехал и кинулся там к архимандриту, феодорит был. Начал там жаловаться. Проходит какое-то время. Он ушел к баптистам, зарегистрированным. Он у них там был, и ну и... Ну, он остался тот же самый, опять те же самые проявления. Но у них забунтовала молодежь. И где-то больше 30 баптистов молодых вышли. И он с ними вышел. Но он и там остался тот же. Но эти баптисты-то вышли, а Преситер-то там остался. У них там астраханцев Валерий Петрович. Я его... Ну, всех их знаю очень хорошо. Но они... Ну, я говорю, вот эти, которые молодежь-то вышли. Вы их признаете за церковь? Да, конечно, нет. Какая церковь? Хорошо. А почему не признаете? Ну, у них и Преситера нет. Ну, а у вас-то откуда он? Первый-то. Джон Смит, 1609 год. Он зашел в воду, возложил на себя руки и провозасыл себя Преситер. Вы-то чем отличаетесь? Такие же самозванцы. Вы тоже самые наследники Дафана, Верона и Кореи, которые живем в ад. Число 16 глава. А эти, которые у них были, теперь перешел еще куда-то. И вот у нас здесь есть человек, вот рядом живет. У него семеро детей. И жена, для того и дерзкая, она вышла из поминовения, подала на развод. Ни в измене, ни в чем нету. И она в соседней деревне. И этот теперь Саша приезжает к ним и ломает хлеб, и их прищищает. Они прищищались, и дети все с ней там. Ну, а детям-то что, ни утром, ни вечером не молится. Он в этот, богохульник приезжает туда редко, но приезжает, он теперь с таким, он наглый такой, берет хлеб, ломает. Может быть, епископом себя проводится. Ну, кто он? Когда даже баптисты, все его чураются, как скверны. Он просто безобразник. По законам мусульманским, еврейским, он должен умереть. Ну, в чужие земли вторгался, к заблужденным женщинам и прочее. Их нету здесь, кто это делал. Это у нас уже здесь было. И он приезжает, теперь ломает там хлеб, его не убедить. И эта, которая отступница ушла, и она его там, ну, как прищищается. Но чем я могу убедить-то? Только отступиться, больше ничего нет. Его даже свои, которые недавно его были, никто не признает. Никто. А ему нужды никакой нет. А почему? Синдром падшего демона. Я так называю. То есть он, я погиб, и туда потащил. Спрашивается, демоны пали. Вы верите в это, что ангели прорвотились в демонов? А зачем они соблазняют людей? Какой им интерес в этом? Зачем они научают людей убийству, воинам, прелюбодеянию, жадности? С какой целью? Чтобы меньше людей спаслось. Видите как? Вот у человека тот самый синдром бывает. Я погиб, и других утащу. Признали, у него спид. От него заражается другой. И он только подумал об одном. Как можно людей больше заразить? А как? Он бросается и кусает. Зашел в семью, и в семье всех перекусал. Достаточно. И все до одного заражены спидом. Ну, понятно, что люди разные бывают. И сектанты то же самое делают. Бешеное слюное сектантство, ереси заражает всех. Смотрите, свидетель Юго, вы же их не признаете? Как они идут? Как они ревностные? Какие они хорошие? Как живут чисто? Они такие кроткие? Мы же сравниваем с Библией. Они думают, и с чем себя сравнивают? С Карлом Марсом? Ну, они же все говорят. Только на столбе висит. Не на кресте. И не докажешь ничего им? Почему? Ну, в Библии же написано, что он на кресте. Неправильно переведено. И все, они перевели новости именно на перевод. Они отвергли это. Они не сходят с этим. Три свидетельства на небе. Они говорят, не три, а два. Это неправильно написали. Ну, я считаю, что Библия – это священное слово Бога. И как там написано? Мусульмане это же говорят. Говорят, это умышленные допустили ошибки. Я в доме мулы беседую. И мусульмане мне говорят, это ваши ошибки. Я говорю, какая ошибка? Написано вот здесь. Воскрес. А вы говорите, не воскрес. Но это не ошибка, это противоположное. Так воскрес или не воскрес Христос? Они говорят, нет. Он просто взятый был Богом. Это пророк Иса. Они признают его. Так это не наш Иса, не Иисус. Иисус воскрес, Он на Деву Марии зачатый. Он придет судить мир. Это все говорят так. Мы должны принимать во всей полноте. Или ничего не счастья нет человека, который надеется на Христа только в этой жизни. Только в этой жизни. А тут как, возьмите Максим Максимов, который, Евангелие благоденствия, чтобы все были богатые. Ни перед чем не останавливается. Ну посмотрите однажды в интернете на сборище харизматов, что они делают. Как они, вот фильм «Искупление», мы сейчас призовем детей, сейчас вам покажем здесь. И вы увидите, как во всем верующая душа видит дух Божий и действует. Я вам тут показал сейчас, что никакого отдельного воскресения для праведников не будет. Не будет. Плевел и пшеница до жатвы. И не перейдешь никогда. Не вот подтянул одновременно хорошее и плохое кончина века. Это надо совершенно не верить в Библию, чтобы и сектанты этим увлечены. Я баптистам говорю, откуда у вас это учение. Я стал искать и нашел, в каком году оно откуда пришло. Хелиазм называется. Они совершенно не понимают Писание. И разные оттолкователи. Оттолкователи я сравниваю с Библией только. Мне не надо ссылаться на святых отцов, потому что они их не признают. Беседуя с сектантами, я не ссылаюсь ни на что, только на 66 книг, которые они признают. Вы знаете, были саддукеи, которые не признавали воскресение из мертвых. И чтобы Христа уличить, что он-то неправильно понимает. И они ему придумали, было там все братья, кто другое. Христос ответил, заблуждайтесь, не зная Писания и силы Божии. Они признавали только закон Моисея, Тора. Ничего больше не признавали. И Христос не стал из пророков брать ничего, а взял только из Торы. А Господь сказал, я Бог Авраама, Исаака и Якова. Вы считали? Ну и что? Внимательно слушайте. Когда он говорил это Моисею, Авраама уже не было. Исаака не было, Якова не было. Но он сказал, я есть сегодня. Если у тебя было пять сыновей, четверо умерли, ты говоришь, у меня есть сын. Но было пять. Но Бог говорит, я есть Бог Авраама. То есть у Бога все живы. Они эти же места считали, и этого было недостаточно. Я Бог Авраама, то есть он у меня живой. Я сегодня Бог Авраама, а не то, что когда-то у меня Авраам был. Он живой у меня. Его там видит богач в аду. Я Бог Исаака, Бог Иакова. И они отступили. Да как же? Они между собой рассуждали. А ты как понимал? Ты как понимал? Он же задавал им вопросы. Скажите, от кого это было крещение? От вышних или от нижних? И они, не знаю, но я вам скажу, вам это не надо знать. Если бы они сказали от вышних, то он бы сказал, а почему не приняли? А от нижних, боимся, как бы свои соратники не побили. Это же сегодня осталось. Когда я стал читать в Библии, увидел, где в православии делает непописание, я восстал против до самого патриарха. Везде пишу и пишу неправильным крещением. Везде и везде сейчас начинают стоить купель и правильно крестят. Никто не верил, что строят. Это невозможно. А сейчас уже и в храмах строят купель и проповедуют, об этом говорят. А я полвека положил на это. Но я трудился в церкви. Вот крестится, когда везде было написано, когда крестится, что полагаю на лоб, троеперстно, троеперстно учат, на грудь, в освещение, правая там говорит, левая там что-то объяснение дает. Я говорю, не так объясняется. Крест надо налагать на лоб, на чрево, на право и на лево. А чрево, почему год половина, и это должна быть больше, чем это, иначе крест-то перевернутый получается. Поперечина не может внизу быть, она должна быть вверху. И сейчас пишут. И все эти годы мы издавали, говорили, надо так делать. И один благочестивый человек только подсказал, кто, неизвестно, кто благочестивый этот человек. А теперь везде говорят, надо креститься именно вот так. А я на этом не останавливаюсь и говорю. Троеперстии и двоеперстии. Троеперстии и двоеперстии на Никону. А я доказываю, и то, и другое неверно. Неверно, но это не погибельно. Мы так и крестимся. Но в том и в другом есть элемент ереси. Как поднялись и новообрядцы, и старообрядцы на меня. Я говорю, я докажу это в течение 10 минут. Всем. И патриарху. Да как это доказывать, когда люди крестятся, и вы сами креститесь. Элемент, я не сказал, ереси. Вы его усчитываете? Элемент ереси. А этот элемент, он еще не ереси. Почему? Потому что вот что нужно говорить, когда крест, это смысл. Ты, мы нам изображаем крест, не наш, а Христов. Ты глава, и в этот я должен вложить смысл жизни Христовой. Ты, глава всему, шедший через Деву Марию, через Леву, и вознесшийся с правой стороны, одеснуя отца, восседший, спаси меня, стоящего на левой стороне, от погибельной левой стороны. Крест Христов меня спасает. Что упознать? Что такое высота, глубина, широта и долгота? Любви Христовой. А что? Нет больше любви, как кто положит душу свою. Кто положил душу свою за друзей своих? Христос. А что такое широта, высота? Где явлено? На кресте. Высота какая? Крест Христов, как лестница, возводит на небо, златоуз, говорит, я бы не сказал так. Глубина такая, что он закопан был на Голгопе, достиг, говорит, преисподней, разрушил его. Образно. Широта его такая, что он руки раскинул со всего мира, говорит, придите ко мне, труждающиеся, обремененные. Как бы захватывает. Долгота, высота, широта, он показывает все. Глубина, высоту показали, широту и долгота вводят в долгую, вечную, нескончаемую жизнь. И через что? Через крест Христов. Со всеми познать превосходящее разумение и любовь к Христову. Это Иоанн Златоуз так объяснил. Это чего-то стоит? Можно я спрошу? А почему нужно креститься? А? Почему нужно крестное знамение делать? На оружие, на дьявола. А почему Иисус не крестился? Вы со зверями имели общение какое-нибудь? С какими зверями? Какие? Ну, такие, чтобы сильный зверь вас мог испугать. Нет. Ну, я назову большая собака док. Док. Огромная собака. И у нас она прямо выбегает там, где соседи живут-то, в городе-то. И колонки люди берут, и... Ну, огромный пес страшный. Я вышел, а я с собаками занимался в овленном розыске. Я знаю, как это. Но вижу, он неуправляемый, он очень смелый пес. Я сразу вернулся домой, вижу, что нельзя, он может задрать-то. Ну, я вот, у нас ящик выдвигается, вот он. Вот. Исподай-то подувало. Я его пошевелил туда, и угли, ну, золота просвели. Вся туда. Я пробовал его палку, он кидается на палку, он не боится, и он не битый. Я думаю, я тебе лекарство приготовил. Как только он бросился, я несу это, я все, что было, как бросил на него, он от этого не может избавиться. Он как факел. Он как бросился, завизжал. Теперь, где бы он у меня не увидел, но хвост поджимает и бежит. Хозяева не могут понять. Он никого не боится. Почему? Он вас так боится. Я его ошпарил. Я ему дал его место, где он должен быть. Это моя территория. Вот и сатана. Он убит Христом, то есть побит. Он рад, ад разрушен Христом. Нет больше той любви, крест Христов. Вот я вам показываю. Где он связан был? На кресте, когда Христос был. Скажешь, а я не верю. Деяние, это послание к евреям 2.14. Просто прочитайте. Да нет, я про крест, я не знаю. Это такой момент, который просто необходимо услышать. Вот послушайте еще раз. Евреям 2.14. Просчитай. Вот 4. А как дети причастны плоти и крови, то и он так же воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то и сделала. То есть мы плотью обладаем, поэтому Христу нужно было воплотиться через Деву Марии, Духа Святого, принять смерть, и смертью лишить силы, имеющего державу смерти. Все, что смертное, все от дьявола, и лишить его силы. А где он и лишил? Ну, там написано на кресте. Сектанты этого вообще не знают. Я говорю, если он и лишил силы, какую он власть имеет? Никакую. Вот это наступление тысячелетнего царства. Да какое же сейчас царство? Тебе не надо рассуждать, какое. Ты сначала поверь в это, что он смертью лишил его силы. Почему мы крестное знамение совершаем? Потому что это та палка, тот огонь, которым он попален. И теперь... Как? Как? Что там написано? Еще читай разок. 14 стих. А как дети, причастные плоти и крови, то и он так же воспринял он, Христос. Мы дети, причастные плоти и крови. Мы из плоти и крови состоим. И поэтому Христос воплотился. Зачем ему воплощать это было? Иначе он не мог пострадать. Он же вечный Бог-то. Понятно. Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. То есть у него вся держава смерти. Он господин смерти. Он царь смерти. И он своей смертью лишил его этой силы. Где лишил? На кресте, конечно, где Христос умер-то. А сектанты в это не верят. А что? То, что он на кресте был распят? Что лишен силы дьявол. И написано, дьявол связан на тысячу лет. Где он связан, я спрашиваю. Когда? Нам не надо спрашивать, когда. На кресте написано. А на кресте он связан, вот и начало тысячелетного царства. Где он его связал здесь? Почему? Он не имеет власти теперь. Это мне все понятно. Я с этим не спорю с вами. Почему нужно креститься? Еще раз говорю, он побит крестом. Собака почему боится вот этого теперь, когда я выхожу? Любой железки, она знает, что там огонь. Почему собака, которой палкой попала, она только наклоняется, вот собака, как-то наклоняется, вот так он сам ход подбежает, вот он битый. Сатана разбит крестом. Смертью. Он лишен силы. А смерть это крест. Я изображаю крест. Я им обороняюсь. Вот ты утром выходишь и говорят, сегодня такие звучания дают, там барабашки в комнату заходят. Ну, разные там это. Я в университетах, пяти вел занятия. Студенты разные-разные занятия. Вопросы задают. Ты выходишь в двери, утром перекрестись святым, животворящим крестом и скажи, отрекаюсь от сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и всей гордыни его. И открывать дверь. Больше здесь, если он был, сатана ничего больше не будет. Вы просто не знаете уловки сатаны. А в житиях святых описано. Вот стоит юродивый. Ну, юродивый так прикривлялись, такими себе слюни распускали там. И он стоит, и там улица, перекресток, он стоит, набрал ко мне там камушками и кидает. Все говорят, не пройдешь. Говорит, тут дуралей-то стоит, кидает, ну, обойди другим, квартал дальше. Еще он стоит, говорит, и в это время собака бежит. А собака как побежала, и вдруг упала, завертелась, пена пошла, и куда оказывается он видит дьявола. И дьявол стоит, первый, кто пойдет охватить. Он бросает камнями, людей отбивает. А собака-то проскочила. Люди-то этого не видят. Другой, мы считаем, Илариона. Юноша вышел, выходил на двор, и обычно у нас принято так, пошел в школу, к святым образам, обернись в передний красный угол, и три поклона, и скажи, папа, или там вам тяде, мама, благословите, я пошел. Вот так делается, в благочестивых семьях-то. А он этого не сделал. А на него были там злые люди, и они наколдовали. И им, как у, допустим, Ванга, обязательно куча сахара, на сахаре, чтобы ты ночь проспал. Она без сахара не могла ничего открывать-то. Это ведьма. Ведьма. А этот, медная дощечка. На медную дощечку, там нашептали, и дьявол на это имеет. А дощечку, под крыльцо подсунули. И дьявол никуда караулит его. И как только мальчишка с крыльца стал спускаться над этой дощечкой, он сразу в него вошел. Вот Новиков Василий, который отчитывает, так он поднимает, до потолка показывает, что... Ну, кузнецкий он был. Так это в интернете, все переполнено им, когда он отчитывает, когда кричат, люди падают, она кричит, я знаю, кто ты. Пришел раньше времени мучить. Они все кричат и знают где-то. И здесь такая же ситуация. И когда он стал говорить, и говорит, как ты вошел в него? Нашли святого такого человека, который власть от Бога имеет изгонять демонов-то. Я был на медной дощечке. То есть он привязан к какому-то. Был пам вот такой. Он никогда не улыбался, только молился. И бесы решили его рассмешить. И взяли пушинку одну, ну и своей ватагой там командой какой футбольной схватили, пушинку тащили. Ой-ой-ой, не можем, тяжело. И он сидит, улыбнулся. Как они в ладоши захлопали. Пам, улыбнулся, добились. Он говорит, да вы не знаете, что улыбнулось. Я посмотрел, какие вы бессильные. Даже одну пушинку не можете утащить. Они, говорит, провалились все сразу. Еще надо разговаривать. Иларион святой был. Ну, это пишет и Петр Могила об этом. Когда он молился, а он плоть свою называл осел. Ну, а ты осел, все тебе надо, похотливый осел. на себя наговорил. А на молитве что-то задумался, дьявол ему скачал на плечи, вот так ногами вот давил по бокам. Ну, осел, поехали. Он его не может никак снять. Это же тебя святых описано. Слушай. С точки зрения Лены, она верит в этот стих, но она понять не может, почему, где еще стих есть, что мы должны это крестное знамение на себе делать. Я объяснил этому. Но она не верит. Я-то верю, она не верит. Раз я не верю, я не могу дать. Вера от Бога дается. От Бога. Вы доверьтесь, крестное знамение с первого века в Христовой Церкви. Везде. Ну, почему же Христос сам? Он говорил нам, вот на вечере он говорил, пейте кровь мою, ешьте тело мое. Он показал. Он омыл ноги. Ну, почему же это крестное знамение? Христос не все показал. Иначе бы не зашли был апостолом быть. Ну, апостол. Кто из апостолов? И апостолы. И Дух Святой придет и научит, и напомнит. Напомнит. И придет и обличит мир. Обличит мир о грехе. О каком грехе? Запятая. Дух Святой придет и обличит мир только об одном грехе. Не о прелюбодеянии не будет обличать, не о жадности и наши не о процентах, не банкиров, никого. А об одном грехе будет обличать. Это Писание говорит? Вы считали это? Так. О каком грехе? Не помню. О грехе, запятая, что не веруют в меня. О правде. Запятая. О какой правде? Об одной правде. Что иду к отцу моему. И о суде. О каком? Запятая, что князь мира сего осужден. Вспомнил теперь? Ну, это же разные вещи. Нет, это потихоньку. Дух Святой. Так вот, Дух Святой в церкви, он говорит, все с вами, у вас сидит до скончания века. И с первого века, я уже называю Игнатия Богоносец, на руках Христа младенец был. Все совершали крестное знамение. Это общепринятое. Мы можем где-то еще рассуждать, но что у всех одинаково было общая первая церковь, там, говорит, не рассуждаем. Если это было неверно, значит, там Духа Святого не было. Есть вещи, как крестное знамение, которое вообще не объясняется. Не надо? Церковь это приняла сразу. А почему у Сульмании так ничего нету? Показывает омовение. Что это означает? Это означает, что мы показываем знамение Христа. Знамение. Вы слышали такое? 24 глава Евангелия от Матфея Гаврица явится на небе знамение Сына Человеческого. Я спрашиваю с баптистами, скажите, ну а дальше, а потом явится Сын Божий, дальше солнце погаснет, луна. Скажите, что такое знамение? Христос. Я говорю, и дальше запятая, явится Сын Божий. Значит, явится Христос, а потом Сын Божий. Но это же каждый может по-разному интерпретировать. Не надо толковать. Разно не надо. Здесь одно. Как раз речь идет, что здесь разного-то нету. Вся церковь понимала одинаково. Католики, все понимали одинаково. Притом всегда, 2000 лет. И это крестное знамение совершают копты, сирийцы, григано-арамяны, католики, все одинаково. Есть вещи разные, а это одинаково. И об этом уже никто не спорит. Сектанты тоже придумают. Допустим, Павел говорит, желаю, чтобы мужи на всяком месте поднимали руки без неба и сомнения. Я спрашиваю баптиста, почему не поднимаете руки? Ну, да не ноя, мы не на лошади, лукать не надо. Написано на всяком месте, и мы поднимаем. И мы совершаем. А не так? Ну, не так, но поднимаем. Это общепринятое с первого века. Так не написано же, как поднимаем. Ну, как поднимаем. Они вот так вот могут поднимать, или еще вот как-то. Почему именно так? Мы так и поднимаем. Но церковь установила с первого века именно церковь, в которой Дух Святой. Если это не от Бога, не от церкви, то и церкви никакой не было. Да я не отрицаю. Ну, может быть, как бы можно креститься, но это же не основополагающие вещи. Основополагающие как раз. Крестное знамение. До этого на кресте мы носим нательный крестик. Вот он напоминает. Крест на могиле. Даже коммунисты были. Скорая помощь. Красный крест. Спрашивается, почему? Потому что это полная самоотдача за ближнего. Красный крест. Красный крест. Даже во времена войны у каждой медсестры везде был красный крест. Зачем крест? Ну, не надо. Курицу петуха нарисуете, кукушку нарисуете. Почему крест? Ну, крест это символ Христа. Все. Символ Христа. Так там же черным по белому не написано это. Не написано. Это же аллегория. Ну и что? Это же стилистический прием. Вот вы говорите про знамение. Ну вот, я вот всегда читала, я слышала вот про ваше, как вы что мне сейчас рассказали. Вот я раньше, когда читала этот стих, я совершенно по-другому. Ну, знамение это, то есть, то, что увидит каждый человек и у него сомнения. Ну, какое именно знамение? Ну, я не знаю, может, как полярное сияние будет. Может, как волни. Это только не крест, да? То есть, мы должны верить Лене, которая родится в 21 веке. Да почему не надо мне верить? Не, ну, вы говорите. Никто же не знает, что будет. Не надо. Но если вся церковь, повторяю, вся вселенская церковь, 2000 лет понимает, что на небе явится крест Христов, и три причины этому, три причины, то зачем нам мароковать в мозгах этот туман наводить-то? А может, северное сияние, а может, там фейерверк новогодний какой-то? Ну, зачем бредни-то собирают? Бога не боишься ты. Когда вся вселенная понимала 2000 лет назад, зачем тебе это говорить? Это у тебя в голове, это каша сектантская. Выкинь это все, вычисти голову. Что-то можно доказывать. Это не надо доказывать еще, потому что всегда церковь принимала, что общее всегда везде было в церкви, это не доказывается. Иначе, если это неправильно, тогда Духа Святого там, не было. Дух Святой не обречал. Миллиарды людей, миллиарды, 2000 лет. И это ничего не значит. А может быть, северное сияние, ну, а может быть, просто вслышка, ракету бросили. Вперед, ребята, за Ленина, за Сталина. А как написано, как вы расскажете тогда такой стих? Я теперь объясню сначала вам, почему именно крест? Я поняла, почему вы хотите сказать. Почему? Объясните, почему крест? Ну, потому что Иисус Христос, Христос, потому что Он распят на кресте. Это я понимаю все. Нет, не знаете. Так и скажите. Признание в незнании открывает путь знанию. Вам нужно сказать, я не знаю. Иоанн Златоуст знает. А вы знаете, я тоже не знал, пока не считал Златоуст. Он говорит, три причины. Первая причина та, что когда все воскреснут, тела, праведные грешники, Иуда, Павел, все одновременно воскреснут. Не по-сектански, за тысячу лет раньше-то. Отчего это бредни, это вот откуда идут-то. Одновременно. И у человека он воскресает в том состоянии, в котором был мысль. И он видит рядом тот палач, который убил его. И теперь он видит знамение, он понимает, за знамением идет сам царь, чтобы вселить мужество в того, кто воскрес, чтобы он не боялся. Вторая причина, чтобы устрашить того, который убийца. Прелюбодей. Знамение идет, праведный царь. И он его уже в трепет приводит. Содрогнется земля и небо. И третье, прославить Христа. 17 глава, Евангелие от Иоанна. Прославь славой, которая имела у тебя прежде бытия мира. Вот три причины явления Креста на небе. Это знамение Сына Человеческого. Знамение, это все знают, и другого названия нет. Сына Человеческого. У Христа не было переверков. И когда показываем крест, это все знают. Что это означает? Вот, допустим, молятся все. Мы разошли, тут молятся мусульмане, буддисты, и нам пришлось там молиться. Мы расстелили тоже одеяло, как они, и стали молиться. И все знают, это молятся христиане, притом православные. Молча, ни одного слова не надо. Мы в Турции нынче 12 часов молились. Может быть, десятки тысяч людей видели нас. Это самое мощное свидетельство было. И мы молились про себя. Про себя. Но молились, мы кланялись, простирали руки. И день и ночь. И двери открылись. И ни одна таможья не могла устоять. Все пробили. Нас задержали вокруг, мафия крутилась. Какие деньги? Ни копейки не дали. Они не знают, как от нас избавиться. Один только проходил мимо, которые, как компания, они ночью передают нас другим, проходят и слышим, говорят, этих нам не взять. Этих нам не взять. Это была высшая хвалебная песня нашему Иисусу. Этих не взять. Мы ограждены счастливым, жертвовавшим крестом. Я спрашиваю баптистов. Большое собрание. Собрание. Скажите, а вы видели во сне, чтобы до нас нападал демон? Ну, как Лев Толстой, называй, черт. Да, видели. Но вы как отбивались от него? Я не видел. Я, говорит, видел. Видел. Ведь я ничего не мог сделать. Тогда, говорит, я перекрестился вот так, говорит, и он, говорит, исчез. Я говорю, да ты же баптист. А во сне перекрестился. Вам ничего не сделать. Это внутри, в крови написано. Слава Иисусу за его счастный и животворящий крест. Детей не надо крестить. Ребенок должен быть обрезан в восьмидневном возрасте. Обрезание прообразовало крещение. Крещение Ветхозаветнее, Новозаветнее, это обрезание называется. Вы считали это? Что? В посланиях Колоссянам, вторая глава, Павел говорит, обрезанное обрезанием нерукотворенным, запятая, крещением Христовым. Обрезание нерукотворенное, не руками режут. Оно называется обрезание. В каком возрасте крестили? Восьмидневном. Ребенка в этом же возрасте крестить. Она сидит с ребенком И она растерялась, женщина А тут баптисты, они не противоречат ничего Скажите, в ковчег Церковь есть ковчег, вы это считали? Считали, 1 Петра Писание такое, что знают 3 глава, считаем, правильно Так нас ныне подобно, как в ковчег Восемь будет спаслись И теперь, в церковь ребенок должен был входить? Детхозаветнее, конечно А если не будет обрезан, запитает Да истребится душа-то Так ребенок не понимает С тобой никто не будет разговаривать Да возьмет, да разобьет младенца в твоих окамень Она ребенка обхватила Вот так, да я Я разговаривать не буду, я сегодня его и крещу Баптистка, все кончилось Почему? У нее воображение сработало Сегодня Христос приходит А ребенок твой не в церкви А вне церкви нет спасения Кончились ваши бредни сектантские И я приму крещение А как же он может принять крещение Когда он ничего не понимает? Правильно, он не понимает ничего И ветхозаветный ребенок восьмидневный Ничего не понимал А ему делали больно Обрезали, чтобы сделать его чадом Ветхозаветной церкви Не рассуждайте умом А у вас логики-то никакой нету Логика в одном Я подчиняюсь Христу В восьмидневном возрасте Аврааму было сказано Измаилу 13 лет, Исааку 8 дней Если ты не обрежешь, он погиб Ты будешь рассуждать? Ну, он не понимает Пока рот разевал, уже нету Ангел протыл его мечом Тебе не надо рассуждать Ты услышишь в ответ себя Дура, глупая баба Тебе ничего не надо знать Тебе надо слушаться Одна подошла Батюшка, вот экзотициальная Начала там Ну, как это понимать? Он говорит Дура, замуж выходи У тебя этих забот-то не будет А то слов нахваталось разных Вот смотрите, маленький пример Из плена возвращается ковчег Когда их там покрыли на рост Тепелестемлян Знаете? Первый отца А жители Бевсомеса были на поле И они увидели, решили заглянуть внутрь Лена, вам понятно? Это обыкновенный ящик Лежали, скрижали И они подошли, заглянули Они не плевали, там ничего не делали И пошли опять на поле Это все израильтяне Они никогда не видели Они слышали, что что-то есть Но тут они увидели Вернулись, и написано И не порадовались И Бог сразу убил 50 тысяч и 70 человек Да какой же это Бог-любовь? Господи, да это евреи, которые жертву приносят Тебя иеговы любят Тебе не надо рассуждать Бог отрубит тебе язык за это 50 тысяч трупов Даже в Сталинградскую битву Это считалось большой потерей в один день 50 тысяч Вы вдумайтесь в эту цифру Бог сказал, не смотрите Они посмотрели, они были наказаны Они что, плохо сделали? Я не говорю, что они плохо А что такое Ковчег? Ветхозаветние, все было образом Новозаветние В Новом Завете что прообразует? Что он прообразовал? Это не просто ящик Он на что-то указывал в Новом Завете Обрезание указывал на крещение Вы согласились Послание к Колосянам На что указывал Ковчег? Не знаю Вы умеете сказать не знаю? Не знаю Не знаю Он указывал на преблагословенную Преснодеву Марию Внутри ее был младенец Слово Божие Вначале было слово Слово у Бога А там лежало Слово Божие Слово Божие Которое скрижали Указывали на Христа Потому что Вначале было слово Слово было у Бога А теперь У ней были дети Это все сектанты это принимают Богохульники Не было у ней детей Да к ней как Иосиф прикоснулся бы Когда знаю Что она является Богородицей Она преснодева Да нет Она женщина Преснодева Это означает знамение 7.14 Исайя Дай им знамение Если она обыкновенная женщина Никакого знамения ей нет Но она дева Сидела В очреве Примет Родит сына И как назовут Бог вечности Как яговисты могут не видеть Что это Бог Когда написано прямо Бог вечности Можно я тогда спрошу А как тогда Вот вы говорите Что младенцев нужно крестить Да Потому что там В Ветхом Завете На восьмой день Обрезание совершалось А как же тогда Увязать Каждый уверующий Меня Иисус говорит Если ты веришь Меня То иди и крестись Прими мою веру И ты будешь спасен Я спрашиваю А что такое секта Вы запомните выражение Узость взгляда на истину Узость Как через танковую щель Вот сказали Все Суббота 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 Это видели Иегова 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 Он больше не может никуда Он не видит ничего Православие с Иеговой Саваоф И пятьсот имен божьих Здесь так же Говорится о взрослых А написано Стражник уверовал И весь дом Лидия уверова Крестился весь дом Корнили весь дом Что все бездетные были Ну я понимаю Весь дом крестился Весь дом Весь дом И если это говорится Говорится о взрослых верующих А детям в данном моменте Не говорится В другом месте говорится Пустите детей Не препятствуйте Вам и детям вашим Принадлежит обетование Вам и детям вашим И все Так одно же не противоречит другому А как младенец может уверовать Еще на круги возвращаемся Как мог еврейский ребенок уверовать Видите как засыплены Я уже ответил Вы снова Как может уверовать Не может он уверовать Уверовали родителей И весь дом крестился Ну там было четкое повеление На восьмой день Обрезали Вы верите что стражник Где темница закачалась Павел был Что он уверовал Его звать Стефан было Я не помню Не помните Когда били стражники Ввергли во внутреннюю темницу Они воспевали песнопение И ночью было землетрясение Оковы И начальник хотел пронзить себя А Павел говорит Не делай себе зла Мы все здесь Вы это верите Он начальник один забежал А крестился весь дом Его Да там не понимали Ничего Лидия уверовала Весь дом Корнилия уверовала Корнилия написано Уверовала А крестился весь дом Сектанты прямо упорно Рогами лезут У них детей не было У них не было абортов Это у нас за время перестройки За 20 лет 120 миллионов убили У евреев Это смертная казнь была бы За убийство Этого не было Были дети И что все Где говорится Весь дом крестился И детей не было Да мало того Еще у евреев Многоженство было И крестились все Все крестились У меня тогда еще Такой один вопрос Да вопрос Сначала давайте Вы начинаете уже По кругу гонять Сами себя И ребенок Ветхозавете не понимал Мы согласились Не надо понимать Ему Он делается во сне Днем Мощенам церкви Мы говорим Церковь корабль Ты в ковчеге Хочешь чтобы ребенок был Чтобы он в церковь пошел Прищищался к крови Христовой Воспитывался в церкви Поэтому церковь Крестит его Так а в церкви были Были моменты Когда Ян Затус 22 года Там Василий и прочее И об этом Дмитрий Смирнов говорит Крестить надо там Где оба Уверовали по настоящему А где Как попало Не надо крестить А почему Потому что вырастают Те Он говорит Кого я крестил Дмитрий 20 лет Говорит крестил А теперь смотрю Это бандиты Девчонки кем стали они На букву Б Другого нет Крестить Там где Детей воспитывают Водят в храм Где прищищают Там надо крестить Уверовал сам И дети его Игнарий Тихонович Со всем уважением Вот я понимаете Я хочу разобраться Я ответил вам Я как бы Я вас спрашиваю Вы мне отвечаете У меня к вам такой вопрос Вот вы сейчас сказали Что протестанты Они узко мыслят Вот суббота Значит суббота Да Узко Узость взгляда на истину Так а почему же тогда Один момент в Библии Вы трактуете Что это надо узко Вот написано Через рукоположение Значит это через рукоположение А вот другой Вы даете обширную справку И говорите Что вот Много-много Мостей Я отвечаю Это понятный вопрос Потому что другого и нет Это в Ветхом Завете Узость Одного слова вырывают Вот сектанты Только взрослых А церковь говорит И дети Вот это уже широта Все что А те где Весь дом крестился Сектанты это отбрасывают Узость в том Что они другие места Писания отбрасывают А рукоположения Других мест нету Поэтому принятие рукоположения Это полная широта Объем Сектанты полностью Отвергли его Отвергли Они не узости даже нет У них ничего нету Это только настоящие сектанты Имеют узость какую-то еще Одни там И заговорили На их языках Все Без языков не спастись Незнакомые языки Я был среди 50 Это моя духовная родина Я говорю У вас не от Бога это А от лукавого Так как это можно сказать Очень просто Духи пророческие Повинуются пророкам А вам не повинуются они Если нет толкователя В церкви да молчит Вы можете молчать? Не можете А толкователя нет Олег Синяев Говорит Он здесь был Когда Служил в армии Но он занимался Еврейским языком Он грамотный Ну и Когда молились 50 Он решил прочитать Заупокойную молитву Еврейскую Что господи Как ты умер За нас там Они Ух Брат пришел Давай толковать Ему Он говорит Да не надо толковать Это еврейская молитва Я ее заучил просто Уже никто ему не верит Им нужен толкователь Они ничего не имеют Лгунишки жалкие Мы у них были на собрании Кончилось собрание Присетер говорит Ну может кому-то Какое-то видение было Сестра Паникла Головой стоит Он уже знает Тут роли распределенные Было Ну сестра Не скрой Скажи Господь открыл Мы ни при чем Знаете у нас хор Там человек 5 был Маленький В деревне А я видела Два хора Один там А другой там Вот видите как Какое же это откровение Почему вам Бог не откроет Что вы не церковь Вот некоторые сектанты Там попутся Я Христианин Александр Другой Что-то он там видел Пьяный был И в пьяном виде Это моя Девик Христос Показывал себя Время аборта Я открылась Она одновременно Дева Мария Одновременно Христос То есть Это даже никак нельзя Даже у сатаны этого нету Даже сатана И ту меру какую-то Как будто бы знает И вот ему видение И баптиста обмирали Там видели что-то Почему вы не увидели Что вы не церковь Почему Это так просто и понятно Что не от Бога это Те которые в церкви были И они видели видение Как у Василия Нового Там совсем другое Там люди выходили оттуда И иногда бывало Что и слова не говорили Только плакали Молились и плакали Когда было показано все Как Серафим Саровский Говорил с Матавилом Александр Николаевич И тот говорит А сатане говорил Вот говорит Постражаться с ним Серафим Саровский Только успел Сказать Что ты чадо мое Ваше боголюбие Один бес может Землю перевернуть Как тем И когда он записывал После смерти его Форточка была открыта Что-то там писал В это время видит Густой туман В виде змеи И в рот заполз ему И дальше он начал бесноваться И как это червь неумирающий Во все глаза Везде проходит Прогрызает Все Он ему показан был И угогонь Енский Он несколько раз Сажу все это Соскребал себя И Тартар Мороза Бог показывает Сектантам Ничего этого не показано Они только видят А вот мы были Обмирали И там видно Там нету никаких конфессий Там перегородок Нету до неба Они перегородки Не до неба И там мы видели Здесь и православные Ну открыли Посмотрели Там двое сидят А уж когда На нашей Все 50-ники Полная комната Что увидели Небо или ад Как слуги До этого Князя Владимира Вернулись И мы были Как на небе В греческой церкви А сами Ни одного слова Не понимали Они же не греки были Люди были Воины Смелые Невежественные Они ничего не знали Я говорю А если бы они увидели Как апостол Павел Проводит богослужение Приняли бы Конечно нет Поэтому они приняли То что Мы были как на небе На каком На языческом небе Как они его представляли Да меня простить не могут Православные Ну давайте реально посмотрим Какие были слуги Ну а хорошо Чтобы князь Владимир Принял мусульманство Нехорошо Но в этом Православии Сегодняшнем-то Мы видим элементы Этой греческой Тысячелетней Вот это монашество Что мощь и прочее Этого ничего не было В таком виде Что резали там Как нанотехнология Говорит Андрей Кураев О моем выступлении Дошло до чего Я это вижу В православии Говорю И вижу результаты В сектантах Сколько нибудь Не говори Я не в церкви Я не на корабле Я пытаюсь Переплыть океан На какой-то гнилой доске Не получится Церковь Знамение Сына человеческого Крещение Законное Рукоположенное Священство Сектанты Ничего этого не имеют А мы церковь С какого момента Назовите Вы церковь В таком виде Как вы есть Мы вас принимаем Баптисты Вы хорошие люди Не пьяницы Лучше некуда Скажите Кто так понимал В пятом веке В шестом В седьмом Ну одного назовите Никого не было Не было Значит церкви не было Вы лжете Врата Не одолеют Ее Христос сказал И церковь Во все века У церкви христовой Жития святых По всем векам Идут По всем Игнатий Тихонович Ну вот у церкви У любой церкви Есть же заблуждение Есть Вот те же самые Индульгенции Те же самые перекосы Которые сейчас В православной церкви Есть Но есть же Мы говорили об этом Индульгенции Проще облечено Было все это заблуждение Не возвращаемся назад Мы одинаково согласились Времени не теряйте Что еще Ну ладно Ну это согласились мы Опять индульгенции Видите как Это чисто стектантский подход Уже объяснено Вроде приняли А сатана снова блокирует Как будто этого не было Мы договорились Это страшное заблуждение Никакие деньги Это симония Никто не спасает Только кровь Иисуса Христа Они Что лишь кровь Иисуса Ну как же в православной церкви Это могло произойти Если вы говорите Что вот К православной церкви Дано было знамение Что нужно креститься И все это делали От начала времен Ну как же тогда В православной церкви В католической Могло быть Я не знаю Могло дойти Вот до тех же Собираний денег Ничего нет Человеку свойственно Ошибаться Церковь остается церковью Еще раз говорю Церковь корабль Вы на корабле плавали? Плавали А я моряк Я служил И в мореходном училище И плавал По морям Видел кое-что На корабле все бывает И крысы Ни одного корабля Без крыс нету фактически На корабле бывает Пираты захватывают Но корабль остается Принадлежностью Того государства Под каким флагом он идет Церковь идет всегда Под знаменем Христовым Крестом его А заблуждение Заблуждение приходит И уходит А истина остается А какая истина? Истина во Христе Учение Святой Троицы Вы Троицу признаете? Да А такого слова в Библии Даже нету Успокойте себя Даже нету Ну что вы понимаете Под Троицей? Я понимаю Бог Отец Бог Сын Бог Дух Святой И насущная И раздельная Троица Слово Троица Отсутствует Это учение Об этом учении Спорили Шесть столетий И даже быть благодарны Ну это просто же назвали Вот эта книга Я минут 10 Я разъяснял С разных местами писания Он встал Наклонил голову Да я был неправ И сразу вышел Я говорю А кто он такой? Он с баптистом ходит То есть эта зараза Уже проникла в него И он старался доказать Я доказал на основании Не канонических книг И показал Ложное толкование А понимают они Как-то по-другому Понимают Я говорю Вы хотели бы устроить Диспорт с баптистами? Мы хотели вас попросить Об этом Ну пожалуйста Я знаю Там где баптисты собираются Я у них там Многократно-многократно был Мы жили в Новосибирске Ну Там за город Когда едешь На левой стороне Там большой дом у них был Ладно Поехали Мне сообщают Я говорю Условия одни будут Ничего кроме Библии Это баптистам сильно понравится И беседует равное время Шахматные часы Будете следить Записывать Слово первое По жребию бросим Кому первому Говорю второму Первое выступление Каждому по 20 минут А дальше Допустим По 3-5 минут Согласны? Ну вот Не мной придумано Хорошо Но я говорю Знаете Они не согласятся Вы только не говорите Кто будет с ними беседовать Но они пришли Баптисты согласились И уже на выходе Они спросили А от православных Кто будет беседовать Один с ними был Он ничего Я не понял Он реакнул меня Они сразу остановились Говорят Мы не пойдем беседовать Намертво отказались Все Почему? А они уже Говорят Битая собака Знает Где палка лежит Вот почему Мы крестное знамение Совершаем на сатану А баптисты уже слышали Я с ними неоднократно беседовал Мы с ними беседовали Однажды О тысячелетнем царстве Вот это вот Они привели 4 места Я на память им Привел 72 места Библии 72 И при том Цитирую иногда Не один стих А целый пакет Я уверовал Кто-то уверовал Кто-то нет У меня было Один раз 450 человек Баптистов Встали и сказали Мы сегодня готовы Перейти в православие Мы осознали Полное свое заблуждение Я имею на своем веку Много шрамов на себе Битые со всех сторон Но имею и другие воспоминания Ну тогда быстро Скажите мне Почему троекратным погружением Нужно Христить Почему неоднократно Троекратное Да 50-е апостольское правило К апостольским временам Относится Есть соборы 7, 7, 9, поместные А это 85 правил апостольских И 50-е правило Говорит Если не три погружения То будет извержен Почему Нужно было утвердить Это В это время Просто борьба Уже шла За учение о Троице И церковь пословила Во имя Отца Аминь И Сына Аминь И Духа Святого Аминь Вот он будет креститься Когда Он услышит эти слова Научились Сектанты-то крестят Даже внешних Сектанты крестят неправильно Им говоришь Они как глупые ребятишки Я говорю Вы крестите как Вот так человека Прокидываете на спину Они говорят Я говорю Так это не в смерть Считайте 6-й, 4-й стих Мы крестились В смерть Павел говорит В смерть Христос умер как? На кресте Вот человек бежит С автоматом И упал Он упал А Христос не мог упасть Он прибитый И поэтому крещение Должно быть только стоя И человек А Христос От фиксы Задыхался И опускался на руках Вот троекратное погружение А сектанты Это положение во гроб Сектанты До того удивлены А сейчас вижу Уже трех нашел Три какие-то названия Сектанты Крестят Вертикально Они Их крещение Но уже внешне Начинают подвигаться Что интересно Интересно Единственный момент Больше я не знаю Адвентисты Седьмого дня Но они разбиты На разные категории Они признают душу Душу вообще отрицали Души нету человека И ввели у себя В догмат Учение Святой Троицы Вообще не признавали Я не говорю Как это могло случиться Обычно люди Все дальше пятятся А они как-то стали Приходить Мы беседовали о субботе Я попутно коснусь Баптисты говорят Суббота не нужна И закон нам не нужен Мы новозаветнее Мы в Духе Святом И проще это Благодать Да А я говорю Суббота вечная Написано Вы это убрать не можете Суббота вечное Постановление Вечная Куда вы дели ее Закон вечен Вечен закон Так вы что адвентист Нет я не адвентист Я православный адвентист Так а вы как Крещение взрослых Признаете Я не баптист Я православный баптист У нас баптист Только один Батюшка Баптист означает Креститель В переводе на русский язык Батюшка крестит А адвентист Признающийся Мы все адвентисты Потому что Ветхозаветняя Суббота Она указывала На воскресенье Они этого не знают А раз новозаветнее Воскресенье Воскресенье вечное Суббота вечное Они этого не знают Это легко Легко доказывается Понятно Что Христос Приисподней был Пятницу Субботу Воскресенье Труд его закончился В воскресенье А он говорит Творит все новое Там творил этот мир А тут творит Нового человека Новый духовный мир И он Христос Вышел в воскресенье А то есть Почил отдел своих Ветхозаветнее Однокновение Когда сотворил все А в новом завете Он сотворил все Уже в преисподней Когда обратил Вот субботу Указывал на воскресенье И она вечная И поэтому Мы ее соблюдаем Истинное соблюдение Субботы Это у нас У православных В воскресенье Мы не работаем Посещаем больных Совершаем литургию Благослужения Сейчас не понял я В колонке что-то щелкнул На улице это? Нет В колонке В колонке В колонке Вот она выключила Точку поставил Ага Точка жирная Вот так, Лена А слово-то свое Елена знаешь Как переводится? Факел Факел Гори факелом Не тусклые лучи Рассказ Можно я еще два вопроса? Давай Не идите дальше писания Что это значит? Как? Не идите дальше писания А что это за выражение? Откуда? Я не знаю Нет, в писании этого нету Нету Я не толкую то, чего в писании нету А в писании я тоже не толкую Только знаю толкование святых отцов Нету этого Ну хорошо Ну тогда второй вопрос Запомните хорошо Этого нету в Библии А наподобие что-то есть? Похоже? Похоже Ну, такие места-то можем сказать Что как бы похожи Не прибавляйте к словам моим Да, написано Не добавьте, не убавьте Это второзаконие Об этом говорится Это книга откровения Бог говорит Наложу язву Кто добавит, прибавит Притча Соломона 30 глава 5-6 стих Не прибавляйте словам его Чтобы он не обещал тебя Ты не оказался лжецом А 21-27 откровения Говорится Учись лжецов в озере Огненном Поэтому не прибавляй его к словам А выражение, которое Его не существует Нету в Библии А на протолкование Говорит, что прибавили вроде как к Библии Ну, если прибавили То показать надо Мы видели, что в третьих учителями Бог поставил, чтобы они дальше растолковывали Как вот В Писании ничего не написано О чипе Ничего нету Но мы вплотную подошли и видим Почему там 666 Почему сегодня вот Прививки делают и прочее Почему поставили задачу 6 миллиардов истребить Золотой миллиард Оставить комитет 300 Масонские протоколы Мудрецов Ничего там нет в Библии Но современное Все это показывается Никто не знал закон Исаака Ньютона Закон притяжения 9,8 Пришло время открыто А почему не сразу Почему должен был Ньютон Паскаль На ломоносов родиться А всем поколениям хватает Бог так сделал Вначале лепешки коровья Пекли Потом стали рубить дерево Но когда не стало хватать Нашли каменный уголь У Бога другая кладовка исчезла А почему не сразу Хватало Не стало хватать Полезли газ Там есть нефть Стали нефть брать Не хватает Газ Уже совсем мало газа Теперь ядерную открыли А почему не сразу все Это те же самые вопросы Бог не открывает все сразу Каждому поколению отдается труд Бог дает это Бог И поэтому Надо благодарить Бога Что Он так все устроил День, ночь, зима, лето Все интересно Красиво Второй вопрос Ну я уже поняла Что Вы ответите то же самое Да Ну что Надо благодарить Бога Что Бог и нам оставил Еще Ну неизведанное Говорят Все земли открыты А сейчас находят Еще и новых животных И в морских глубинах Новых Которых нету Все время заносят Находят новые острова Да кажется Уже все знают Далеко не все Еще никто не знает Происхождение материков Расходится земля или нет Рисуют они там Австралийский Там другое Где-то Похоже Они соединялись Ничего Это могло и не быть А как Люди оказались Откуда у них Вы запомните Оно Что в одном Три Есть три вещи Которые у всех народностей Совершенно одинаковые Все разное может быть Но три Еще не найден Самый дикий народ У которого Вот это Не было бы Первое Абсолютно все Все люди на земле Какие есть Верят Что Был поток Вот полинезийские Это вообще необъяснимое явление Это вообще необъяснимое явление А эти народы имели с кем-то общение Не имели Доказано Не имели Но откуда-то Почему это сохранилось И третье Все верят За добро будет Там за смертью Добро от Бога Ра Там от других А за зло Будет злодейство Получено Вот это Три момента Которые у всех народности А у всех религиях У всех одинаково То ли больше Меньше Но все одинаково понимают Это означает Они были когда-то вместе И из устно передавалось И они были Эти люди Просвещены Богом Но постепенно Заблуждение На заблуждение Это всегда было так А как мы можем это охранить У нас есть соборы И правила каноны Каноны Они нужны Ко мне приходят разные люди Вот пришли пятидесятники Когда еще ни харизматов не было У нас неприятность большая Наш пресс-фитер Он оказался замешан В седьмой западе Нарушение Прелюбодействие А что делать Он просится проповедовать И уже две недели Не проповедует А проповедник хороший Ну вот Ну вам зачем У нас я говорю Правила есть В первую очередь Он не пресс-фитер Сан снимается от него Навсегда Где-то он может говорить В церкви он теряет право говорить А если это рядовой Если рядовой Женщина отлучается На десять лет от церкви Должна в притворе плакать Мужчина на семь Так это несправедливо Один и тот же грех Несправедливо Мы сознаемся Но по-другому нельзя Василий говорит По-другому нельзя Взвешивается область Вины И какое последствие Проходит время А мы решили Вот его на три месяца Так он не выдержит три месяца Он плачет В Америке такой был По телевидению показывает Проповедник хороший Я приехал в Америку Они смеются и говорят Я говорю И как Прямо подписи собирают В его защиту И как Да и мы-то согласились Сейчас как пустый Как Билли Грэм Проповедовал Говорит И сейчас впал в грех И все Ну он плачет По телевизору Ну и опять его допустили Я говорю Правильно сделали Ну он не может Священно действовать Если это православный был Тут надо понимать А священник не отлучается От церкви Нет С него сан снимается И он может на следующий день Уже причаститься Так это несправедливо Тебе не надо рассуждать Это канон Два наказания не бывает Это Иеремия говорит Два наказания За одно преступление У него наказание какое И вот допустим Мирянина на 10 лет отучили Он через 10 лет Может быть полноправным Христианином А у него сан снимается Навсегда Он уже никогда не будет У него наказание Более сильное Вот в церкви все Проходит время Пятьдесятники Опять ко мне приходят Мы опять его В этом грехе захватили Как будет Я говорю Я вам говорил Первый раз Больше не искушайте И не приходите У нас правила То есть Они не зная правила канонов Они сами ищут Я говорю Да все это уже объяснено В церкви это все было Церковь на все Дух Святой при крещении дается Дух Святой что? При крещении дается При крещении? Ну вот Дима сейчас крестится У него будет Дух Святой Как ему угодно Иногда в начале Было даже до крещения Почему? Потому что По другому нельзя было Вот То есть Их примут или не примут И Евна когда пришел И Дух Святой зашел на него И было Было такое Что в начале Когда говорил Павел И сошел Дух Святой И в доме Корнилия И тогда Петр защищался Как я мог препятствовать им? То есть Им препятствовали все И он этим фактом Защитился Как я мог препятствовать? Когда они получили Такого же Духа Святого Как мы То есть Бог сделал это наоборот Для того чтобы приняли их И дальше опять Прежнее русло То есть сначала Духа Святого дал А потом они крестились В доме Корнилия Так и было Вы знаете То есть может быть После крещения Может быть до крещения Не может быть Сегодня именно Так как Бог установил Во имя Христа крестится В начале Бог делал так Чтобы язычники Поверили Что они приняты И когда Петр пришел То свои его упрекали Ходил елки язычникам И Петр этим защитился Мог ли я препятствовать? Когда они получили Духа Святого А если не получили Петр погиб Они бы на него напали И свои евреи Его вышвырнули бы Он этим защитился И поэтому Бог дал ему Как стяну И он этим защитился Они получили Духа Святого Я мог ли запретить крещение? И потом опять Бог поставил на место А дальше Дальше всегда было так Сначала человек крестится Потом получает Духа Святого А может где-то отдельно быть Где-то Во всей полноте Не знаем Но Дух Святой Его привел Как крещение Дал ему веру Вот меня на занятиях Спрашивают Баптисты имеют Духа Святого Или не имеют? Ну всех мы Православных не знаем Но скажем Что имеют Почему? Никто не может Назвать Иисуса Господом Как только Духом Святым Они его признают Духом Господом Да, значит Дух Святой Им открыл Почему? Дальше они идут Они на ступеньке На это засохли Дерево Не имевшего Корня Оно засохло Они уверовали Отстали От наркомании Игорьков Отстал Дальше он не идет Он в церковь не ходит И в этом все Сигнал дает Ключается моя батарейка Батарейка такая Все, да? Ну нет А ты не подсоединился к Батаре? Нет, я подсоединился Так, вопросы кончились Да нет, еще один был А как определить, что Ну как Вот человек крестится, да? Как определить, что он обрел Бога Что вот он как бы Там, с ним Ну Правильно он идет Есть ли какие-то Не знаю Ощущения, чувства Или что-то там Как-то меняется Она говорит Почему так? Потому что я изменился Она говорит Два года Ты уже какой-то Со мной жесткий И как-то там Ведешься по-другому Раньше ты себя так не вел Ну то есть он Я стал каким-то Радикальным к чему-то И она вот поэтому И спрашивает Как вот Ну ты же к этому Ну это можно тоже Отнести к этому Нет, я имею ввиду Допустим вот Человек крестится У него какое-то Просветление происходит Я не знаю там Он сразу начинает Мыслить по-другому Вот есть какие-то Такие универсальные Не то, что универсальные Что у всех людей Вот все крестятся И у всех происходит Вот так вот Кто не имеет Духа Святого Тот не его Я говорю Следующая дема такая Идем А у меня тут плененник Он и говорит А у меня есть Дух Святой? Да, он говорит А кто определит Что я имею Духа Святого Или нет Я должен определять Или мне другие подскажут Я говорю А ты подготовь эту тему Я говорил В московском храме Для них было Это Непросто Играется Проверять все Тем более Я ничего не скрываю Я затрагиваю вопросы За которые Меня за порогом Могут Жизни лишить Но я рассказал все Что Духа Святого Я не вижу вот здесь И вижу здесь И не вижу здесь Ну а настолько ясно Чтобы всем было открыто Но в первую очередь Пробужденный Я могу только В первую очередь Сказать как у меня было Но апостол Павел говорил Как он постоянно говорит Как я шел Как меня сиял свет У меня был поиск Я с детства знал Что Бог есть Есть страшный суд И Бог меня избавил Избавил от того От чего многие не избавлены Я ни разу Ни одного матерка Не сказал за жизнь Я боялся женщин До венчания Чтобы Меня Бог сохранил Хотя у меня были искушения Я в армии служил? Не служил Ну знаешь что такое Увольнительные дают Хорошо у нас все служат Без нарушений Ему дают на несколько часов Сходить в город Но не ночевать У меня увольнительная была На год вперед И когда я говорю Даже военным Офицерам они не верят Как так У меня должность была такая Она была одна такая Техник Смотритель воинских зданий Ракетных войск Дальнего Востока А я на обыкновенной Срочной службе И мне сразу присвоили Звание сержанта На должность Старшины поставили Это Бог так сделал Я поэтому свободно Разъезжал Будучи В военной форме Ну если в Хабаровске Первым я голосовался В институты на странах языков Общежития с ними Мне Я сильно увлечен был Изучением Политическим и прочим Я почувствовал это Когда Родился видимо Осознал что я есть Я почувствовал что я не такой Я избран Богом И это определяется Молитвой Я говорю о своем опыте жизни У меня все время было желание Куда то уйти От кого то где то дома Где то в степи Чтобы никто не видел Там под деревьями Где то склониться И молиться тому Кто Вот это все так красиво сделал Я орнитологию любил Птиц изучал Маленький ребенок Я каждое гнездышко знал И над птицами тресся Это уже Заложено было где то Особенно голубей любил И вот И искал После когда уже в школе Где то в книгах Где то маленько О Боге говорится Я буквально расплывался О Боге Перечитываю Ну что то Горько сказал Заучу наизусть стихотворение Вот Но когда я услышал Евангелие Вот это далее Я искал Не искал Даже уже Поиск как будто закончился Но Бог ловит на том что есть Я изучал языки И любил бабушек Вообще Кажется несовместимое Молодежь меня не интересовала А я любил бабушек Вот пойти Помочь Что то там скинуть Напилить Дров Принести Я тут горел огнем Просто А сегодня их не заставишь Где то Я сошел на берег У меня валительная на корабле Бабушка идет А у Бога уже петелька была На меня закинута Она в сумке несет Я подскочил Бабушка Помочь вам Вот Бог все знает Никого нельзя было на бабушках поймать Меня поймал Бог И меня в первый же день Он меня поймает на языках На изучении языков И на пейсятнике И ткнут меня во вторую главу Деяния апостолов А я не поверю И поверю Я за три месяца На иностранном языке Уже разговаривал Первый раз приехал Три месяца у них пробыл И уже с ними разговариваю То есть это Мне давно было В Латвии-то Но это три месяца Сразу я не согласился Сразу не дается Это надо Надо очень-очень много знать И Бог мне это показал Дали Евангелие в руки И когда они зашли в комнату Я уже шестую главу читал Я уже был готов Пригласили молиться А мне только то и надо А они-то верят В бурном веянии Там ветра Пятьсятники Они слышат Ветер идет Они глаза открыли Я кланяюсь Они говорят Ну пусть хоть так молятся Они еще не знали С кем встретились И теперь у меня Среди три стола месяца Я уже пропедал У них на кафедре Я это ощутил Я другой Помолились Ну допустим Молились мы 10 минут У них Еремеев Михаил Александрович В город Венцес-Латвия Карла Розенберга Восемнадцать четыре В семнадцать часов вечера Там мы склонились Я с молитвы стал Я и тот Кто склонился Это совершенно разные люди Я как бы Я ничего не видел Как бы умом Я другой Я совершенно другой У меня внутри Огонь разлитый Есть такой Лоцманский Котирог Который привозят на берег И возят на корабль А мы на рейде стояли И в это время Меня привозят Только фальшборд Это первый Где волна может Проходить туда-сюда Я шагнул И первому матросу Сразу стал говорить Живем неправильно За нас Христос умер Меня нельзя было остановить нигде В это время Учись в училище Мариходном Добился уже разрешения Сдать три курса за год По выбору комиссии На одном из засранных языков Передо мной все открыто Сильный Занимаюсь боксом Стрельбой Готовлюсь Самое главное Мечтаю стать террористом Больше всего хотел Отомстить коммунистам Да Ничем больше я не хотел быть За то что они сделали С моей родиной Коммунисты Если бы тогда была Открыта Чечня Я бы ушел сразу туда Вот убил я этого Убил Сашку Который говорит У них там Ну Убили там На Украине это было Мне говорят Нашли бы вы с ним Общий язык Вы находите Я бы не искал даже Мы родные братья были У него трех день Дев расстреляли Я все это в себе нес И вдруг Бог показал Ты будешь страдать Савва мучил церковь Он все знал Как пытки там Но Бог сказал Ты будешь Тебя буду То у меня получилось Как у Савва Мгновенное обращение Он не наедаводья Ходил с бабушкой У верующих Вот у меня отец Он постепенно как-то Я не отрицаю Это может быть Но у меня все Как вспышка прошла Почему я горел этим Я избранник Божий И Бог мне это открыл И там много толкований Всяких баптистов Я стал смотреть Все разные Я стал искать Где И мне Бог открыл Все дни Во все дни До скончания века Где во все вести Я тогда стал искать Когда Сегодня 20 100 1000 человек Все в разных сектах Но когда она была одна Если там ее не было То его нигде не было Я наконец Сдвинулся на то место Когда была церковь Одна неделимая Найти толкование Меня Бог вел сам И оно у меня в руках Вот это толкование Которое я говорю По нему я преподавал В разных университетах Всюду и везде По радио И скажу Новый трехтомник Который я издал Ничего лучшего В мировой литературе нету Просто нету Не потому что я так влюблен В свой труд Да я влюблен Но это все на основе Святых Отцов Мое издание Нового Завета Лучше Самого лучшего По восьми параметрам И это доказывает В течение одной минуты Это Бог открыл Поэтому зная толкование Я уже никуда не могу Я хотел бы быть Понимать как вы Но я вижу Во всем Узо взгляда И на есть Но что такое секта Это нечто Грозное Зловещее И неуловимое Это говорил Один из самых знаменитых Миссионеров Кунцевич Почему грозное Потому что Ад Впереди ничего у секты нету Кроме ада Это грозная Страшная сила Разрушающая церковь Рубящие святыни Иконы И каждый бапист похваляется И эти доски сжег Там Ну все они одинаковые Здесь Тысячелетнее царство Там у них Они все это строят Все на лжи построено Зловещее То есть От света адского пламени Можно даже увидеть Реально И неуловимое Сегодня так Завтра так Завтра новая секта Образованная Я поверил Что это изречение Опытного мужа Я его принял Секта это Грозное Зловещее Неуловимое Секта это Узлость взгляда на истину Они ищут истину Мне трудно найти Сектантов С кем бы я не беседовал Тогдашние Последние годы Я занимаюсь Литературной деятельностью Ну то что у меня есть Через интернет Я достиг Краю вселенной У нас только роликов Стоит 3100 Наших роликов Это чего-то стоит Стоит Вот сколько нынче Новых людей Пришлось У меня нынче Никогда так не было Столько сектантских Руководителей Пресвитеров И они запросили Полный комплект книг Это 21000 Плюс пересылка 1005 Все Все хотели приехать Принять крещение Но я настаивал Это очень далеко Финляндия Эстония Там Могилевская область Украина Белоруссия Ищите там Ищите там И все нашли И приняли крещение Ну такую дали ехать Но все-таки Издалека Некоторые едут У них еще другие причины Не могли найти Ну и Просто охота Повидаться Я знаю И я избран И дай Бог до конца До этого дойти Я каждый вечер Каждое утро Жду встречи с Господом Реально Для меня смерти Как вот Я представляю Ее просто нету Вот познакомился Со мной Сергей Козлов Он Он с первого раза Раскусил меня Говорит Я понял Вы хотите умереть за Христа Мне не дано Это я исповедник Был в тюрьмах В лагере Я исповедник Исповедник Который был Пытали Но остался живой Мучеником я не стал И теперь вижу Бог меня оставил Для чего-то Детским лагерем Мучаюсь 44-й год Не игрушка Вы же радуетесь Я радуюсь Представьте С детьми 44 года Не со своими Я отвечаю За них Уголовную ответственность Несу Религиозную Перед Богом И перед совестью Зачем вам нужно Больше 17 лет Только в одной тюрьме Работал Добровольно Бесплатно Все заносил Зачем Люди выходят Новые становятся Они благодарны Это надо видеть Я куда ни обернусь Везде одна радость Я сам ведь говорю Все это небезнадежно Я знаю Это семя прорастет Потому что Вопросы ваши Хорошие Все И вот Володя записывает Они для других Эти полезные будут Вопросы Сектанты Вот у меня были Очень сильные Сектанты Из разных стран И с ними беседовали И беседовали Несколько раз И вдруг Они все Отошли Их нет Как будто Нет Бывает Выходит То есть Они получили Ответ На все Я думаю Почему их нет Мало ли что Живые они Или не живые Но До конца Где-то Что-то еще Не дошло Но они уже Не те Один Баптист Мы с ним Так же По скайпу Говорили Он говорит О бороде вопрос Снятый Я все понял То есть Остался один вопрос Рукоположения А вопрос этот Просто решается Надо принять Как мы считали Дело недоконченное Говорят Я приказал тебе Ну он тебе приказал А кто рукополагает Тит Я говорю Вам не нравится православие Не нравятся католики Индульгенцы Ну поезжайте Григория на армян У них апостолическая церковь Они на 400 лет Раньше приняли Других В 4 веке Приняли уже Ну не нравится И держайте коптом Сирийцам Я же показываю на 5 Я не зову православие Но ближе всего Мне православие Мне А других никак А тех Я с коптами Ни разу не спорил С сирийцами С католиками Ни разу Ни разу А зачем Все остальное Что разделяет Настолько маловажно Разговора не стоит У них главное есть А не церковь У них есть Рукоположенные епископы Все Так а вы знаете Все Католический священник Сенс Я подошел И засняли все Я посоветовался Выставить или не Выставить в интернет Православные патриоты Меня Поэтому все Слопают Но все отступились Немножко Кинули камушки И все заглохло Я прямо подошел Благословите И он меня благословляет Меня по другому Благословляет Взял за голову Его звать Анжей Андрей Католический священник Я подойду К любому из них Которых я называю Но есть чем Я обязательно Побеседую Скажу Что папа претендует На главенство Над всеми Это главнейший вопрос Папа там Великарь На месте Христа Это я никогда не приму И скажу Это заблуждение Грозное заблуждение Но И бритый Никогда не приму Вот почти два вопроса Бродобритие Считаю большим грехом Большим чем изнасилование И вопрос снятый А он такой Остается папа Я был в Ватикане В прошлом году Подарил папам Свои книги Мне диктую Франциску По вере своей И все Просто я люблю Моего Господа И то что я знаю Что он сказал Моего тут еще нету Но я смиренно Принял А было ли где Я с чем-то не соглашался Было Но это было только мгновение Мгновение какое-то И оно прошло У меня было однажды Мне откровение Маленькое-маленькое От Бога Враг-человек Сделал это Враг-человек Я в это время Как раз с работы Пришел Намылился И враг-человек И мне открылось Почему враг Дефис-человек Где-то Я даже не умылся На крысо выскочил А сказать больше некому Ну такая жажда сказать Мне Бог открыл это Я нигде не считал У святых отцов А всего ничего Махонькое такое Мне больше нельзя Потому что я задохнусь От счастья Мне это дано Вот это вот я говорю О чем вдруг Да какое тут откровение Тебя может ты знающий Я не знающий У меня нет Чтобы я имел откровение Слышал голоса Перемены Это я как бы Подражаю ответ На ваш вопрос Внутреннее Это внутренняя Моя связь с Богом Вот внутренняя Вот допустим Я сплю Мне надо вставать На молитву Обязательно должна быть Ночная молитва Холодно В избе Я только согрелся Под одеялом Да я под одеялом Помолюсь Это мысль понятная Где-то начинаю молиться Засыпаю Никак Тогда все Сбрасываю с себя Одеваюсь И обманываешь Сатана опять Вот Бывает Ну Недавно было Проспал Утром встав Ну вставил А рано Бывает Три часа Уже Светает А я не молился Я тогда решил За ночь помолиться А потом уж утреннюю молитву Буду считать Но ночную А если Утром идти в храм Тогда уже Не молюсь Если Проспал Бывает Ты проспишь Я все равно Благодарю Бога У меня никогда Паники не бывает Я всегда радостный Внутри Случилось По-моему Не по-моему Благодарю Хотя бывает Иногда Так Зачеми Думаешь Столько Вместе Были Самая большая Печаль Когда человек Знающий Бога Бывший Здесь И он Он теряет И уходит Нет Большей печали Был и Умер Павел Говорит А снова В муках Рождения Доход У вас Изобразится Христос Для меня Нет Больше Радости Как слышать Дети Мои И спросил У всех Прощения А теперь Мое Все имущество Все на него Подписано Он вошел Как сын Я его иначе Назвать не могу Мы живем С ним Вместе Под одной Крышей И сколько лет И за всю зиму И у нас Ни разу Нигде Противоречия Не было Почему Субординация Он знает Кто я Я знаю Кто он Я нигде Не настаиваю Не давлю Не так Не так Не важно Это Но есть вещи В которых Мое Строжайшее Шторки Чтобы были Вечером Закрыты Чтобы комарик Носа не подтащил Это у нас строго Двери Незакрытые Не оставлять И он это понял И понял И уже делает Видно Не для меня Понимаю Это сохраняет жизнь Еще особенно Здесь нет У меня Огорчение было В жизни Из-за того Что люди Были И отошли Я знаю Что ничего У них там Нету Впереди Они как правило Разлагаются И они О он Кому-то Пророчит Я не говорю Что плохо Я за всех Молюсь Но я знаю Пока ни одного Суща не было Чтобы он Был у нас Человек ушел И стал выше Духовнее Пока ни одного Суща не было Они идут Во все тяжкое Ни перед чем Не останавливаются И наконец Все заглухает Ничего нету И самое На чем это Проявляется А я и до вас знал Не ходил еще В университет К вам на занятия Я уже все это знал То есть он знал А он ничего не знал И Бог делает так Отрезает ему Как будто бы Все что он узнал Здесь И возвращает На тот исходный пункт От чего он отталкивается До встречи с вами Я все знал Теперь он Внезапно все забывает Никуда не ходит И остается всем А там ничего не было И он уходит в мир А есть такие Я знал Я молился Все Но православие Я не знал Вот Геннадий Фаст Магистр богословия Менонит Немец Из благочестивой семьи У баптистов идет кружок Он баптистам Может там С 50-никами Знается И у нас одна Такая встреча была И он стал православным А он в то время Был преподаватель Томского университета Молодой человек И он везде В интернете Везде Говорит Игнатий Мой наставник Через него я обратился И ни одному Столько не открыто Как он Какие книги у него написано Вот Трехтомник Откровение Там его Это его Он магистр богословия Он Берет все Что у него было Теперь что он получил И пошел дальше Меня спрашивают Вот отец Геннадий Написал так-то Он там ваш ученик И прочее Вы могли бы так написать Никогда Разный уровень развития Мне никогда так не написать Как он написал Но У меня Другой подход У каждого же свой талант У каждого же свой талант Бог же Тут понимаете Талант еще на чем он базируется Еще базируется Не надо забывать Преподаватель университета Закончил семинарию Академию Там Какую там Что там еще дальше есть У меня ничего Это нет У меня нет никакого образования Вообще Кроме строительных техникум Ну Мореходное училище Не закончено Но я самостоятельно Учился 50 лет Непрерывно Можно я еще спрошу А вот когда человек Истинно крещен Ну допустим Дима Крестится Да Вот воскресенье У баптистов Или в фросанах Ну у вас У нас да Да Он крестится Будет такое Что я не знаю Может он рассчитывать Что у него Любовь Радость Счастье Разольется Он станет Другим человеком Вот такое бывает Или допустим Когда вот нас Тоже друг Нас общий Он говорит Я когда причащаюсь Он тоже православный Да Он говорит Я когда причащаюсь Я выхожу Из Ну как Новой тварью Да Из храма Это у всех так? Не знаю Мне это не дано знать О всех Ну у вас Вот это так Ну я вам говорю о себе Мое не наложить ни на кого У меня и брат родной Верующий священник У него этого не было Он медленно приходил У меня все по-другому Я просто избранник Я в пятилетнем возрасте Я уже скрывался Где помолиться Ну нет у людей этого Я здесь спрашиваю Кто из детей есть У кого видно Что призвания нет Все Нет я могу пример перевести Вот поддержите Пример привести То что недавно Игнать Игнать рассказывал Что у меня побег Из Патияевки был А я опишу тот момент После крещения У меня на нашем форуме Выставлено Я свой момент обращения Там все описал Начиная с рождения Заканчивая Как я здесь в общину попал Я когда готовился К крещению два года То есть В православной церкви В оглашенной был два года Готовился И когда покрестился Вот этот момент Мне никогда не забыть Потому что Я пришел в лагерь У меня такое ощущение было Что мне еще братья подошли Говорит Ты сегодня новокрещенный У нас крестилось три сестры И один брат я был Он говорит Раз ты новокрещенный Говорит Давай ты помолишься сегодня И когда я на молитву встал У меня вот такое ощущение было Что Господь Вот прямо передо мной стоит Небо вот там Ко мне как бы спустилось Небо и передо мной стоит Вот такие у меня ощущения были Я еще тогда подумал Думаю Господи Как бы вот сохранить Вот эту Вот эту Как бы действенность Вот такой молитвы Именно близость к Господу Но в дальнейшем Было вот это Духовное падение Побеги отсюда Ну и так далее То есть Здесь все состоит Все в самом человеке В его Потому что наше же Произволение Господь дал нам Это страшный дар Произволение И все от этого зависит То что Какой там Дима будет После крещения Я каким тоже После крещения Все зависит от меня Как я отношусь Но в любом случае Изменения Они у каждого человека Конечно Потому что Там написано Третье Это какой Дар Духа Святого Дается после крещения Еще А дары различные Это мы читаем Первое колитвие Двенадцатая глава Там говорится Что дары различные То есть Какой тебе Господь дар А будешь трудиться Будешь узнать Какой тебе дар Господь дал Ну и о чем еще Молиться будешь Будешь молиться Каком-то даре Господь Если ему угодно Он тебе этот дар Откроет Даст То есть Вот такого Я только вот так Все вижу У меня По крайней мере Так был опыт Ну вопрос задали Неподъемный Я могу говорить О себе Как бы вот Ну бывает Что-то какое-то Я отвечаю У меня не было Ни одного видения Ни одного слова Но в снах Господь показывает Когда сны разные Бывают От Бога Сон точно Когда крест видишь Сто процентов Это от Бога Это уже Святые отцы Объяснили Почему Сатана Все может Показать Христа Божьей Матери А крест Не может показать У него нет Материала Для этого Потому что Все основано На любви У него этого нет А Христа Когда показывает Ему поклонились А там Куриные ножки Сатана Может это делать Вот Мне вот это Дано Я об этом говорю А других Ну я хотел бы Чтобы у них Так было Апостол Павел Это передавал А вот сколько раз Говорил он Когда упал Он в страхе Ах кто повели Какую он радость Испытывал Где Мы больше не читаем А радости Павла нигде Он только призывал Радуйтесь Всегда радуйтесь Это внутренняя радость Это не то что Рот до ушей И бывает Этот сектант Если это резиновые улыбки Как они это показывают А как ты увидишь Что ты не с ними Они как лютые демоны Делаются Я все это испытал Щелкают Лазами У меня есть стихотворение Такое Их злобных взглядов Как они У меня покрывало Есть такое Подарили Ну у нас старенькое Такое Там на оленях Среди леса Скачут олени И волки Окружили со всех сторон Просто волки И вознится И один сзади Из ружья Стреляет волков Они несутся Я написал стихотворение У меня 3467 стихотворение По 9 куплетов И одно из них Это я и рассказываю На уровне Полотно Вот так это повесил Покрывало И Ну просто надо прочитать Оно у меня здесь Даже есть Дожил где-то есть Надо уйти Где-то Потом я Может быть даже покажу Я к чему задала Этот вопрос То есть Когда Ну допустим Я крещусь В истинную церковь Да Любой человек Крестящийся В истинную церковь Как я пойму Что Я действительно Там где я должна быть Что это не заблуждение Что это вот истина Понимаете Я нигде не спрашиваю Наши чувства Вы задаете вопрос Не по писанию У нас должно быть Внутреннее чувствование Но они не выражаются Ни в чем Я просто внутренне чувствую И доказать этого Никак нельзя Ничего Ты внутренне чувствуешь Ты с Богом Вот я Где-то нахожусь Одни сектанты Представьте И все до одного Злобятся Прямо ужасно Я разговариваю Уже у баптиста Уже на улице Выталкивают Прямо выталкивают Вся эта наигранность Они там такие Святые Они проще Там нет ничего Я уже перешел В другую сторону Улиц Они оттуда Меня гонят Дальше А почему Потому что одновременно Сразу Один раз дали выступить Семь человек Из молодежи Мы сегодня готовы Принять крещение Они на меня Москва Там издали Целые энциклики Я выступил в Киеве Там Харьков Где-то раньше было Мне давали слово Теперь Начался отток От баптистов Это единственное место У нас в Советском Союзе Был Я такой отток Пошел в обратное направление Не из православных И везде запретили Когда приезжают И только знакомые Где-то Меня могли протолкнуть Как в Тбилиси Один день Я у них проповедовал Кажется Восемь часов В четырех собраниях Я беседую На английском На этом На грузинском собрании С перевозчиком Я не знаю А в это время Там дагестанский Подошел Нам тоже на собрание Сейчас на ними У нас собрание будет Выступите А только Выступил он Начало И дальше я все собрание Уже говорю проповедь Потом отдельно На молодежном Я испытал это Я видел Я знаю Что такое власть Над душами людей У Бога Моего там Совершенно ничего нет И как они относятся Вот это я хотел показать По стихотворению Они тоже скажут Я чувствую Я не чувствую этого Я верю И мне не приказано Не указано И иметь вот такие чувства Я молюсь Когда и что там будет Радуйтесь Всегда радуйтесь Плачьте плачущими Радуйтесь радующимися Это у тебя будет Настолько естественно Это нельзя передать Но в любом случае Я это пойму Ох-ох Это для всех Это явлено Все понимают Вот допустим Мы готовим С одним режиссером Уже начали готовить Я главный герой Это фильма Тот фильм Он уже Перед ним был снял Он занял первое место На международном Киноконкурсе Фильм Второй фильм Прямо Моя биография Златоуст Из Потеряевкина Первое место в России Документальным Это что-то стоит Вот И здесь Я ему предложил тему Оглаши наизведите И в это время Он погибает Режиссер Погибает И непонятно Это вот Подозрение Сколько было Он ездил с патриархом Алексеем Он один ездил И все снимал Но фильм когда поставил Получилось как бы против них И мы этого простить Никак не могли У него была дача Там много материалов Все его И сожгли И жена рассказывает Когда он в Москве был Он просто валялся Падался И он готовился К окрещению И поехал Шушинской ГЭС Там что-то снимать И нашли мертвого В гостинице Непонятно Малашин Юрий Николаевич Режиссер ОП Новосибирской киностудии Документальных фильмов Вот где он был Работал Мозг Этой студии считался И вот сообщили Он умер Для меня была Это такая потеря Я не об отце Отец умер Я не плакал Мать умерла Я не плакал Здесь я ничего не мог Сделать с собой У меня просто Я смотрю А у меня вот так вот Ручьи текут То есть как было впереди И как мы думали С ним сделать Как бы для многих людей Открылась эта истина Как бы этот фильм Коснулся священников То есть Мы в гостинице Сидели Режиссеру Составляли весь план И вдруг Его нету Я ему передал Всю мою зарубежную Переписку То есть он Прямо Один из самых близких Сделался И он умер Настолько Это было неожиданно Я зашел в магазин А там Продавщицы Все это меня знают Они с двух сторон Сели у меня С полотенцем И сидят Слезы утирают Люди Не нашего круга Совсем Просто магазин Я заходил И они знали Я сижу Им все рассказываю Они с двух сторон Сидят И полотенцем Утирают Надо эта картина-то заснять Показать Было Вот в прошлом году Мы ездили И в Латвии Были где я обратился Вы видели может этот фильм Я нашел то место Дома того нет Я там просто стоял И плакал Задыхался в слезах Я пришел Отблагодарить То место Тех людей уже нет У живых А там построен Стоматологический центр И не допускают В конце концов Собственно-таки Я сумел Передарить Подарить Там и полиция Приехала Где-то И которые смотрят ролик И все плачут Я когда читал Отец Арсений Жития святых Где Я читал И рыдал У меня воображение Первое качество лидера На уровне Так сказать И которые люди слушают И все плачут Ну почему Мы сами читали Жития святых Нас не касалось это Они входят В мой дух Как бы соединяются Это Бог дает Но чтобы это Постоянно Как-то У меня было Такое состояние Я могу сказать В жизни Может пять раз Бог дает это Я выпросил у Бога Просил Господи Дай мне дар молитвы Чтобы я близко Это все воспринимал И это у меня всегда было Когда падал человек Падал Отступал И я видел впереди Что его ждет И я тогда уже Не мог остановиться Я кого-то звонил Кому-то говорил Придите Помогите Я не мог Мне казалось Леонолем размокнет Я исходил У меня Обезвоживание организма Даже наступает Я в слезах молюсь И молюсь И у меня сон Все пропадает Тогда Просто Как говорится Чугунное все делается Я вошел в это состояние Я вижу Как бы ад открыт И для него Я снова в муках рождения Доколе изобразится Христос Это центральный стих делается Это дар Божий И это постоянно Не может быть Потому что человек Не может жить В этом напряжении Остальное нормально Так идет За других Как ответить Если ничего не было Ничего Просто механически Принял крещение Не знаю Но изменения в тебе Заметят все Вот я когда Обратился А какой я был Непрерывно Накачивал себя Ночью Лезать Чтобы я нигде Я представил Как меня пытать Будут Не поддать Это возбросить Невозможно Что я делал Ну и все Обомекся на смерть У меня везде Там ружье Там спрятано ружье И я в окно Выскочил У меня с собой собака Нож Топор Я ложусь спать Меня охраняет собака Не подойдешь Я убью И к убитым Подоходить не буду А убивать буду Тех Которые больше всего Зла сделали Вот понимаешь Мысль какая была Я с детства Слышал И видел Следы коммунистического Безлюдия Что они делали И Бог повернул И теперь Теперь все Поставлен Бог на другое Теперь все Тамошнее Что я достиг Бог все повернул Для Бога И поэтому Мне в людях Хочется видеть Этот огонь Любви А он обратился Покаялся И ничего нет Ну Бывает Нападали на меня И бывали на моего отца Отец-то такой Чуть-чуть Ну и кто-то Его начал упрекать У тебя-то вот Обратился Игнаршка В Богу Ты далеко там Уверовал С ума сошел И то другое Отец всегда соглашался Когда Я от всех творений Написал Как в басне Надо б наш беде Случиться Служить Служить греху Смертельно я устал В мечтах Меня доверил Коммунистам А я нашел Воскресшего Христа Это к отцу Мое обращение было И когда стали отцу говорить Отец За выпивкой сидели Он сразу Был сказать Что ж верить То верить Как мой сын верит То есть это понимали Все кто со мной общался Если верить То верить не понарошке Мне близок стих Еремии Я пытался удержать огонь Но внутри меня Как развит огонь Он вырывался Ничего нельзя было сделать И радость Эта выявляется В просветлении И рядом люди Которые У меня жена Не сахар Какой у нее характер Надежда Семеновна Приходила сегодня Где Осталась с учениками И что-то там Ну начнет А мать-то меня знает А мать моя Наденька А если бы Игнатий Не уверил Что бы сейчас было Только одно То есть мать Видела Что я совершенно другой Она меня знала А если бы он не уверил Что бы сейчас было Ты же Как себя Сказала ему Или прочее Он бы не раз Простил это дело А мне нужны Нет Она не так Я сразу В передний угол Молиться Посмотрю Она рядышком стоит Голубка моя Вместе борется Бог меня наградил Такой женой Которую будить не надо Она всегда вовремя встает В 4.40 Она уже на ногах Видите как И она видит И нападает Еще искушение Под боком Чтобы не зазнавался Довесок Да Для равновесия А то Захвалят И потом весы уравнивает Господь Я вам это говорю То во что верю Чем живу И докажу Любому Любому Что иконы Не идола Что церкви нет Где нет рукоположения И тысячелетнее царство Началось на Голгофе Вот три момента Которые человеку Помогают выйти из секты То есть я все Буквально Математическим путем Рассчитываю То есть доказательств Можно много дать Но это самое ценное Что необходимо Любому протестанту Сектанту Чтобы он никогда туда Не возвращался То есть настолько Зримое явное Безумие Икону назвать Священное изображение И назвать Идолом Вообще ничего не понимать Я их просто На несколько минут Отвлеку еще внимание Я спрашиваю Скажите Вы знаете Что икона Греческое слово Изначает изображение Находят Сознают Ну где слово Изображение Давайте мы поставим Икону Не переведем ее По-гречески Можем Конечно можем Ну где Христос Помазанник Мы можем ставить Слово помазанник Перевод его Где Иисус Можем поставить Спаситель С большой буквы Ну перевод Такое слово Христос приходил В храм И говорит Дом мой Дом молитвы Наречется Мой он признал Это где приходил Да Кто построил Соломон Друзья мои Ну Соломонов Это храм разрушен Как разрушен Ну 4 книга Царств 25 глава Находоносца Разломал море медное Все сосуды Вынес Да куда он приходил Они не знают Баптистописание Совсем Они отдельно Места только вырвут Где там И все Христос умер за нас И все Кто будет веровать Креститься Спасен будет Это даже не узость А мизерная Как у Ленина Осталось Когда исследовали Там Кровоточить Где это Ну Кровеносные сосуды Толщиной волосин Вот из сектантов Такое мышление Не в оскорблении Это буквально И я говорю Это другой храм был Другой А какой Его Зарварель построил Иисус Сын Ясседеков Об этом Агель Парал пишет Не знает Вы можете подать Нет 41 глава Языки Или 17 стих Я вам называю Открывает Итак Сделай Господь говорит Храм Длина Ширина И сделай Изображение Вы договорились Изображение Это иконы Изображение Внутри И снаружи От пола До потолка То есть у них Не было места Где не было икон Весь храм был в иконах По образу небесного Как тебе показано На горе Моисею было сказано Так это капище было С идолами Или храм Божий С иконами Христос говорит Дом мой Тогда сектанты Но это в Ветхом Завете Уже доказывалось В Ветхом Завете Правильно Но ведь его приняли Новозаветные апостолы А где После дня Пятидесятницы Во второй главе Дух Святой Сошел Во третьей главе Написано Петр и Иоанн Шли в храм Сейчас молитвы Девятые Зачем бы они в капище Отошли Но не в этот храм Шли где Христос был Да Иконы были Да Но там же не было святых Нет Сначала иконы идолы Разницы есть нет Но там же херувимы были Тут уже никуда не денется И херувимы По образу небесного На небо были херувимы Праведники туда не шли Они шли в преисподние места А когда Христос их вывел Теперь их образы там Поэтому образы в церкви Они ничего не знают Он вывел души оттуда Им благовествуемо было Петра 1 4 глав 6 стих Христос в преисподних местах Проповедовал Ну дважды Говорит в первом послании Петра мы считаем Проповедовал Вывел оттуда души Для того и было проповедано А где это известно Мы приступили к духам праведников Достигшим совершенства Послание к евреям 12 глава Какие духи праведники Какие назовите Какие Это не к праведникам А духам праведников Которые в родительном падеже Принадлежали праведникам К апостолу Павлу К душе Павла Мы приступили как Молитвой Павел Моли Бога о нас Как вы в аптисты приступили Никак Глазами хлопают Вы это место вычеркнули Вы не можете приступить Потому что вы не молитесь А мы молимся им Так зачем нужно Ходотайство Павел говорит Молитесь обо мне Да был походотайство Молитвой Я был возвращен Я был возвращен вам Из тюрьмы Если он обращался К людям В Каринской церкви Где были блудники Каких не было Даже в мире Что делать С мачехой живет То как мы не можем Обращаться к тому Уже освобожден От земного тяготения И находится на небе Мы же не сомневаемся Что Павел спасен Он говорит Желаю разрешиться Быть со Христом Ну Павел говорит Мы в это верим И поэтому Для нас он живой У Бога все живы И поэтому Мы разговариваем с ним Как с присутствующим Здесь И ангелом Поплыли мои баптисты Все Так нужны иконы Или не нужны Вот они у нас есть Они напоминают А они не спасают Не спасают Не спасают И Библия нас не спасает Нас спасает Кровь Иисуса Они что лишь Кровь Иисуса Как баптисты поют У них хорошие есть Зайдем на Голгоф Мой брат Посмотрим Как нашей греховности Яд Стародание Старше Христа Истомил Как дорого Нам он спасение Купил Пойдем перед ним У нас поют Песнопения Баптистские сборники У нас все поют Поэтому нас не случайно Считают такими Православными Баптистами Вот вам ответ Из тектантов Выйти очень легко Отвергнуть себя И принять православие Я не говорю Что обязательно Вы должны Каноны Богородицы Считать Можете не читать Это Для спасения Нужна вера Крещение И дела Жизнь во Христе Святая жизнь В Духе Святом Водительство Духом Святым Церковь Рождение свыше Два пункта даже Рождение свыше Это значит Крещение Это третий этап Рождение свыше Первое признание Признание себя Грешником Погибшим Окончательно Второе Второй этап Принятие Христа Своим спасителем Искупителем И третье Святое крещение Вот это рождение свыше От воды Духа родится Ну а дальше Печать Духа Дар Духа Святого Священник будет Помазывать миром И в это время Дух Святой Входит в человека Миром помазанием После крещения Человек же все равно Так или иначе будет Согрешает И для этого есть Исповедь Исповедь есть И для этого есть Святое Прещищение Человек постится Говеет Раскаивается Получает отпущение Грехов И Прещищается У церкви Все стоит на месте У сектантов Этого нет ничего Ну что интересно Отделенные сектанты Баптисты Аташи которые Вели у себя Исповедь Я вообще никогда не ожидал Приезжают новые братья И молодежь потянули На исповедь И потом мне один сказал Еще у нас Говорит открылось Тут А мы то считали Молодежь Одна подошла К этому К Архимандриту Амрусию Архимандрит православный Там у меня Доченька такая Она вот Ну скромница Там девственница Там Она говорила Лучше Исповедуйте ее Батюшка Мы приехали Я сама исповедуйте Она говорит Четыре уже аборта Сделала А для матери Она уже Там не знает Светочка Леночка Там души не чает Поэтому Исповедь Все это решает А когда на исповедь Надо все говорить Грех уже не такой сладкий Тебе уже не хочется До туда идти Почему? И выпил он Выпил Там где-то Это на исповедь Надо сказать На два года отпущаются Ему это не понравится Выпил В смысле? Пьяный напился На два года Отлучаются от церкви Ну выпивать же можно А? Вино там можно же пить Ну вино можно Ну когда в какие Дни указана Церковь указана А не то что можно Календарь надо смотреть Ну и не больше Там сто грамм Но лучше не пить Вот у нас Сухой закон Не потому что грех Вот мы сидим В синоде Сидит митрополит Епископ А обо мне Они уже наслышались Что я Баптист Баптист Молюсь А как определить Баптиста Баптисты Вино не пьют Они наливают Полный стакан Вина Выпей Я говорю Я не пью Выпей Все говорят Что вы считаете За грех Я выпил Я говорю Да у меня жена квас готовит Крепшир В Библии же написано Кому там Титу Тимофею пишут Треть пение Одну воду Но немного вина Ради немощи Твоего желудка Стамаха Немного вина Не, ну не говорится Что нужно Вдрызг напиваться Нет, не вдрызг Никак Слишком много пьяных Не надо Вот Мы Вот мы Никто не берем В рот даже Совершенно Нигде и никак Но это не преступление Это не грех Это не запрещается Я просто говорю Слишком много пьяни И мы понимаем Ума так не хватает А выпьем совсем дураки Лучше не пить Самый лучший вариант Не прикасаться Нигде и никак А подойдите Сразу встань из-за стола Выйди, выйди из комнаты Бегом бежи Беги Я вам рассказываю Как есть Я испытал Я знаю Что такое вино Я не был пьяниц Я ничего Но выпивать Я знал Что такое выпить До зелененьких Я всегда говорил Один раз в году Я выпью И выпивал А потом Казнил себя Наказаниями всякими В церковь то не ходил Своей питьями Придумывал Нет За Христом Надо идти Открыто Честно Доход должен быть Прозрачный Что ты накопил Перед священником Исповедовался Вот это воскресенье Субботу Видимо я пойду На исповедь Потому что пост Заканчивается И батюшка Будет здесь Прищищаться буду Я иногда Прищищаюсь Иду босой С босыми ногами Когда тепло тут У меня Никто меня за это Не завинит И когда священник Простирает руки В это время Я стою Поднимаю руки У меня нет Никакого запрета А другие Никогда этого не видели Как я кланяю Все Но когда священник Поднимает Я поднимаю А нигде не сказано Что нам Священнику Можно поднимать руки А когда мы здесь Молимся в лагере У нас все детишки Все понимают руки Вы видели Все Мы не засушенные Мы ищем Самое Близкое Общение с Богом Мы Володю Утомили Ну все Кончилось Готовы к крещению? Нет еще Не готовы Поэтому Апостол Павел Сказал Что ты медлишь Встань Крестись А мой грех И ты медлишь То есть ты можешь Умереть ночью И упадешь в другое место Что ты медлишь Хотя уже три дня прошло Что ты медлишь И поэтому Христос думал И сказал Кому простите За это время Кто-то может умереть Скорее пойти на исповедь С другой стороны Я же не могу А не надо уметь Ничего не надо Не до конца утвердившись Не надо до конца утверждаться Я же не могу Вы в это уверовали А что препятствует Евнух? Много ли он узнал Евнух-то? А что препятствует? Если ты веруешь Что Иисус умер за грехи Достаточно Вот вода И оба сошли в воду Ну а почему вот допустим Володя говорит Что он два года готовился У нас есть написано Люди приходящие От греховной жизни К вам другая мерка Совсем Кто из протестантов идет Мы знаем как они живут Не запятаны Такими-то грехами О Христе все знают Подход другой Нормально Когда из мира приходит человек Ему срок подготовки От трех до пяти лет А Евнух ехал Читал писание Он знал его Не знал только о Христе Он читал пророка Исаию Но говорит Не понимал о ком речь идет Кто казнен Кто изъязвен Так написано Все И поэтому Тогда подход был другой Крестились евреи Они ходили в храм Они молились Приносили жертвы Для язычников Есть определенное правило От трех до пяти лет Подготовка идет А сегодня пришел Деньги заплатил Ничего не знает Ладошкой по голове пошел Мозги по стенке У нас не так У нас готовят Ну у меня допустим Было 500 академических часов Это чего-то стоило А такая общая несть Больше нигде нет Мы единственное православие Единственное По всем параметрам А куда нам ходить? Вот я Диме задаю Такой вопрос Куда ходить? Ну это потом Вы скажете Везде где находите православие Сотовый? А там мой А я думал У меня там внутри звонит Да сколько же время? Время второй час Говори Четыре часа Четыре часа беседу Так кто? Повторите Да Слушаю Александр Именно так Я вас вспоминал Сегодня утром Вы на молитву откликнулись Воскресенье В это воскресенье Именно в это А вы говорили Там кто-то из Рио У вас есть товарищ? Ну Разрешено На ваше Попечение Чтобы оно Без табака Было А основной Поясок только И больше ничего Не требуется Я уже в лагере Нахожусь Вместе Детский лагерь Открыт Именно сейчас Поэтому вам Желательно Чтобы приехали Можно даже в пятницу Вам будет целый день Поснимать И лагерь открыт Но уже Помаленьку Уже отъезжает Некоторые только на месяц Мы же У них путевка на один месяц А у других еще остаются У нас крещение Отовсюду будут приезжать Уже приехали Даже из Франции человек И вот С Новосибирска Сегодня Вот передо мной Сидят сейчас здесь Выезжают С Краснодара С Кемеровской области То есть отовсюду Да Крещение будет так Тут будет В субботу Вы увидите Как у нас Подготовка идет Проверка людей То есть то что мы делаем Это Согласно Священному описанию Да Вы дорогу знаете где? Дорогу знаете? Так Смерток Не доезжая Или проезжая 73 километр После Ребриху Проедете Павловск Ребриха Потом Подстепная Подстепная И там дальше За Подстепной Даже не проедете Еще 73 Справа будет Километр И увидите Там около дороги Камень Наваленный Ну а тут уже Вправо Дальше идите По прямой дороге Там подправили Ну и все остальное Отошел Слава Богу Рео новости Знаешь что такое? Российское информационное агентство Приезжают фотографы Просились Мы уже знаем И второй товарищ С Москвы что ли А что вы бы мне советовали? Что вы бы мне советовали? Что бы вы советовали ей? Ну я имею ввиду Я считаю И открещение И все Больше ничего Вам все У вас все достаточно И ваши эти Что вопросы задавали А они не твердые Для вас достаточно Что я вам сказал? Я просто поверил в это Настолько у вас оно Легло Сотовый Вот видишь И главное не раньше Не позже Как только стали заканчивать И в это время пошло Что удивительно Никто не мешал Говори Здравствуйте Так Мама кого? Тимофеев А Тимофеев Ну погода Тут дождей Тут трудно проехать было И не знали как За одним приезжали ребенка Мы боялись Что они застрянут Да Дожди А поэтому 16 километров 16 километров Проселочной дорогой Тут не каждый знает И не каждый проедет У нас как правило Поездки в это время Не совершаются Ждут погоды Отлично Да Не были они у него Никогда такими не были Он приехал нормальные губы И сейчас нормальные Да Они не были у него Никогда воспаленными здесь Так подождите Вот какое я слово скажу Здесь я нахожусь Не в своей комнате Не свой у меня Планшет Я их не люблю У меня настоящий компьютер В Барнауле Вы сохраните мой телефон И я туда Когда возвращусь Это будет 10 октября По скайпу Мы там поговорим Тогда Да Ну нету У меня здесь Нету Вот сейчас приехали С Новосибирска Они со мной Не могли по скайпу Связаться Здесь просто связи нету Это деревня Понимаете Деревня Глубинка Глубинка Ну вот все Он есть слабый То есть по скайпу Синяй Говорит Не Почему тут говорят по скайпу Да А ну вот видишь У кого-то говорят У кого-то водит Хорошо Чтобы Чтобы он вас Не вызывал в суд так хорошо хорошо я уже отхожу и поэтому я постараюсь это сказать но я не знаю в какой день может быть они сегодня заберут завтра послезавтра я же не не в курсе всех этих дел меня это не касается у меня ребенок здоровый он ребенок здоровый совершенно и поэтому все нормально все с богом отошел ребенок через тут уже делить собирается муж он привез его из москвы струнина маленький она мать вышла она не лишена материнства но он сказал хочешь видеться только через суд чем это связано я не знаю он не член общины ну просто вы как-то познакомились не он верующий год православный но курит курит табак и поэтому ему все уже сказано и не могу никак бросить и поэтому такой человек членов общины никогда у нас не будет никогда но он приезжал конечно с собой ничего не не было он ради ребенка так поблагодарим бога я снял свой аппарат после аппарата я совсем хуже слышу боже тебе слава прости владыка если в чем мы погрешили и успокой эту женщину и устрою жизнь по воле твоей святой спаси нас и помилуй господи благослови всех приезжающих находящихся в пути отъезжающих тебе слава отец сын и святой дух аминь вы желаете помолиться помолиться своими словами можем склонить колени помолиться господи иисусе христе сыне божий помилуй меня греши молитесь своими словами господь мой бог я тебе очень благодарна что ты дал мне веру господи я благодарна тебе за все что происходит в моей жизни я верю что это на благо мне господи я прошу только об одном пожалуйста помоги мне утвердиться в чем-то одном и помоги мне понять это явно помоги мне осознать это господь прошу тебя сейчас только об этом открой мне господь пожалуйста это и утверди меня и укрепи в этом благодарю тебя господь верю господь что ты не оставишь пусть господь будь по боли твоей аминь иисуса христа димитрий вы желаете помолиться ну уже ставь помолись только погромче чтоб я слышал господь наш слава тебе великому богу господи прошу тебя владыка мою обрати мою жену дай пожалуйста покаяние дай осознать где настоящая церковь твоя святая дай быть в единстве со мной чтобы у нас была семья крепкая и мы шли по дороге к тебе великому богу нашему слава отцу сыну и святому духу аминь примерьте молитву господи исполни желание боящихся тебе тебе слава за все во веки аминь все встретились один раз дальше будет видно во славу божию если какие-то вопросы возникнут а у вас основные вопросы ушли мы можем побеседовать еще с мамой поговорить доверьтесь богу просто посмотрите сколько людей прошло перед нами этим путем сонным учеников которые были в церкви и все это отвергать на каком основании когда и церкви не было первые века христианцы никаких баптистов не было все которые умерли казненные это 475 тысяч человек примерно так считается все они были не сектанты они находились в церкви и без с священства ни одного не было ни одного это немыслимо и далее 2000 лет шло и а ведь все было а где-то кто-то берут а вот там называет там кто-то за собой то посмотреть а мы сейчас начнем считать баптист руман сбросил атомную бомбу но еще поперхнулась так это сегодняшние дни а по-другому нельзя было война продолжалась бы может целый год еще но я и не одобряю никак нет и любого из них возьми рыста в пуху что они готовят все они масоны который баптистки там другие это все басоны сау это слуги сатаны готовят престол антихристу но это они а где у них правильно правильно я принимаю христа как спасителя мира который умер за наши грехи надо смотреть хорошие брать отовсюду у меня есть знакомые буквально везде и ну как мы у нас так как то складывается что они почти все расположены кисть или приняли или близкие уже к этому потому что истина она одна вот я знаю данил сысоев лично я с ними встречался священник которые там убили говорят мусульмане убили это не доказано еще но если так он с мусульманами говорил у него такой опыт у меня этого опыта нет я совсем по-другому у меня одна книга написана 18 том коран коран во свете библии я пастором а я там разбираю весь коран как это в библии сравниваю конечно знать надо какое место с каким сходится и смотреть как это где эта ошибка почему они не обращаются отдельно у меня три тома посвящены евреям талмуд во свете библии у меня другой подход вот мы видели может я там беседую в доме мулы где я не я не нападаю не надо я мне не надо я просто им показываю что такое библия кто такой христос но так показать что они все время сами накладывают на свое и они приходят тому к чему я хочу у них выхода никого ну неужели не так неужели столько заблуждается я отвечаю опять же местами писания мне привязать их нужно к определенному источнику к святой библии а остальное бог сам победит вы верите написано библии ни разу не не поспорили больше мне не не дано я вам показал показал а все остальное даже быть учителя и вы увидели у сектантов нет учителя они пришли они говорят вопреки этих учителей тогда мы даже принятия с и этих сектантских тогда тех не было они появились в 19 веке 19 столетий выходит не было учителей но это абсурд туда же говорить не надо если бы вы считали иоанна затауса толкование блаженного филакта и сравнивали с сегодняшними вы бы сказали тут вообще сравнивать нищим даже нищим они или замалчивают или искажают смирение с богом богом храни господа все снимем его сюда щас же сразу все что у тебя есть ясно 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 Продолжение следует...